Я родом из Днепропетровска. Действительно страшная вы. Почему лично не стали в этом участвовать? Я не люблю. Вы считаете, кто в этой виноват? Ну, кто-то виноват, 100%. Во Львов спокойно приезжаете сейчас? Ничего, там кошки не скребут? Там живут мои родственники, здесь живут мои друзья. Я не в Госдуме сижу. Люди просто не особо ходят на выборы. Но в 1933 году Гидрой пришел к власти законным демократическим путем. Вы считаете, что Зеленский пришел каким-то другим образом к власти? Да это то же самое. Президенты только после вас. Даму вперед. Вот я за равенство, а вы за как? А я за патриархальный. Почему? Да потому что я крутой муж, мужчина, локомотив, а женщина, вагончик, который за ним тянется. Это кто вам, жена это говорит? Насколько я понимаю, Сатья Дас – это такое духовное кришнаитское имя и переводится оно как «Слуга абсолютной истины». Это так? Вы слуга абсолютной истины? Ну, имя так переводится. Сатья Дас – 49 лет. До кришнаитской инициации и обретения популярности в качестве гуру Сергей Яковлев. Уже 15 лет проводит семинары для обоих полов, где проповедует патриархальную модель семьи. Автор 18 книг, посвященных саморазвитию и вопросам семейной психологии. На инстаграм-аккаунт Сатья и ютуб-канал подписано более 2 миллионов пользователей. Гуру также проводит кулинарные фестивали, где обучает принципам ведической кулинарии в качестве повара. Осенью 2021 года попал в десятку блогеров, вызывающих наибольшее доверие у аудитории по версии исследовательского холдинга «Ромир». К вам уже это имеет прямое отношение. Вы же свое имя придумали себе, как я понимаю. Не, ну немножко не так делается это. Это ты не придумаешь. Ну если ты чувствуешь себя зорким соколом, то назвал себя нет. Я просто так увлекаюсь ващновизмом, скажем. И в этой традиции есть такое понятие, как инициация. Это вот аналогия, как, допустим, в христианстве есть крещение. Ты не можешь выбрать себе имя. Например, если ты Павел или Петр, то это не значит, что ты крепкий, поэтому ты решил назваться Петром. Нет, это духовные имена во время инициации. Это учитель духовный дает. А кто был духовным учителем на вашей лице? У меня есть духовный учитель. Ну как его зовут? Его зовут Гапал Кришна, Гасвами Махарач. Это он индус, живет в Индии. И в свое время так вот сложилось, что я получил у него посвящение. И имя слуга абсолютной истины он вам дал? Он посчитал, что оно вам соответствует? Нет, нет, нет. Это не привязывается к качествам. Обычно духовные имена – это набор каких-то духовных имен, связанных там с именами Бога. Но как вы яхту назовете, так она и поплывет. Не, ну мне, конечно, хотелось бы верить в то, что он видел сквозь время и пространство. И понимая, что будет через 20 лет, ну как-то так, что я понесу что-то, какую-то истину в массы, и он прям прочел. Ну я, конечно, хотел бы в это верить, но это немножко попахивает. Нет, нет. То есть на тот момент, когда вы получали это имя, вы еще не знали, что вы будете читать лекции по психологии, что ваши семинары будут стоить там 7 тысяч рублей и по 2 тысячи 500 за одну лекцию. То есть тогда вы просто… Столько стоит, да? Да, да. Ну, наверное, да. Нет, я читал лекции духовные. По кришноизму? Ну, философские восточные лекции. Я учился в духовной академии и, соответственно, читал такие лекции. Для поддержания штанов я проводил философские клубы, кулинарные курсы, такие вегетарианские. И именно поэтому этот, ну, мое духовное имя, этот псевдоним, он перекочевал. Может быть… Ну, так это все-таки псевдоним или духовное имя? Соответствуете вы ему? Как вы сами считаете? Ну, наверное, это не мне решать. Ну, хотелось бы, но… Что ваши товарищи говорят? Ну, меня не называют Сергей. То есть в моем кругу, в моем мире меня Сергей никто не называет. Это максимум в паспортном столе, ну, на стойке аэропорта, да, там, в аэропорте. А так у меня сачев сезон, да, уже там сколько-то лет. Меня это даже смутило, потому что, когда я стала читать вот последний рейтинг «Рамир», самые влиятельные люди, значит, в нашем мидиапространстве, я посмотрела первую десятку, вроде всех там знаю, и потом какой-то Сергей Яковлев. Я думаю, кто это, какой Сергей Яковлев? Гуглю и понимаю, что… А, Сатья, понятно. Сейчас я могу довольно точно описать, что чувствуют многие из вас. Сначала дискомфорт где-то в животе, потом общая слабость, прилив жара, и как будто что-то подкатывает горло и откатывается назад. А потом возвращается. Ну, и откатывается опять. И совершенно непонятно, как в этом состоянии продолжать делать хоть что-то. Наверняка у вас есть этому свое объяснение. Но подумайте еще раз. Возможно, это просто токсины, которые могут подстерегать вас буквально везде. Токсины, против которых есть проверенный российский препарат – полисорб. Полисорб спасает не только от интоксикации, но и от ротовирусных и кишечных инфекций. Не будем врать, многие знают его как отличное средство от похмелья. Но полисорб также эффективно борется с пищевыми отравлениями, а также показан даже при аллергиях. Полисорбу давно доверяет огромное количество покупателей, включая меня. Он эффективно выводит из организма все вредные вещества, безопасен и поэтому показан как взрослым, так и детям. И что немаловажно, цены на полисорб остались прежними. Хотите очистить от токсинов окружающую среду? Начните со своего организма. А для этого всегда есть полисорб. Да, так получилось. Приятно вам было оказаться среди самых влиятельных людей с точки зрения доверия? Я не знаю, как это делается, кто это создал. Мне просто прислали. Но это довольно влиятельно. Рамир это среди журналистов довольно влиятельно. Ну, как я уже задним числом понял, да, там наш продюсер где-то это нашел, прислал, говорит, вот. Ну, да, даже если бы где-то на гараже был написан там «Сатья чемпион», ну, конечно, приятно, что там кривляться. Но как это делается или там надо в это попасть, надо, ну, не знаю. Но вы чувствуете, что вы влияете на людей, что они вам доверяют, что вы влияете на умы? У вас есть это ощущение от вашей работы? Ну, есть какие-то подписчики, значит, это людям интересно. Я, например, подписан на тех, кто на меня как-то влияет. То есть я никогда не подписываюсь, ну, кто мне не интересен. Я могу предположить, что если человек смотрит, интересуется, подписан, ну, и тому подобное, ну, значит, это ему как-то надо. Есть ли влияние? Ну, наверное, наверное, наверное. Я его не отслеживаю, было бы странно его отслеживать. Вот я сейчас смотрю на вас и прямо, знаете, есть такое выражение, не узнаю вас в гриме. То есть я столько ваших роликов посмотрела, когда готовилась, ваших лекций, и вы там такой прямо вот весь. Не сбивайте орла на взлете. Я здесь доминирующий альфа-самец. А сейчас вы так, знаете, прямо пришли, такой скромный профессор математики. Нет, нет, я не профессор математики, но хотелось бы... Это чужая территория. Я на... Вы себя неуверенно чувствуете сейчас? Ну, да. Да, я неуверенно. Ну, не знаю. Разве нужно объяснять? Ну, просто вот такое ощущение. А если человек чувствует уверенно, как он это объяснит? То есть... Ну, новая история. Я, например, многие вещи, которые не понимаю, я в ступор, ну, впадаю. Если какая-то экстремальная ситуация, я не знаю, ну, как себя вести, не включается некий алгоритм поведения. Хорошо, давайте я вам помогу. В чем вы понимаете? О чем вам максимально комфортно? О чем с большей уверенностью вы можете говорить? Ну, я понимаю о семейной психологии, как мне кажется, достаточно много. Я понимаю хорошо бенгальский гаудио-вачновизм. Но мне почему-то кажется, ну, это не будет всем интересно. Это очень интересно. Более того, давайте прямо с этой тогда темы начнем, потому что это тема, в которой вы точно понимаете сильно больше, чем я, и это вам сразу придаст уверенность. Уверенность. Да. Ну, хорошо. Это же действительно такая очень интересная философия, да, связанная древняя религия, скажем так. Насколько я знаю, вот люди, которые глубоко в это уходят, начинают изучать санскрит. Потому что вот среди больших учителей бытует такое мнение, что санскрит, как древний язык, на котором, собственно, были написаны те веды, которые являются, как я понимаю, такими священными и главными текстами, в переводе все это теряется, искажается. И, в общем, если ты не знаешь санскрита, ты никогда глубоко не можешь погрузиться. И многие люди, с которыми я общаюсь, которые в этой практике, они прямо вот ходят там по пять раз в неделю, учат этот санскрит, чтобы разбираться. Вы учите санскрит? Нет. И никогда не начинали? Нет, и сомневаюсь, что они его учат. Ну, это так же само, как, допустим, чтобы прочитать Библию, вы же не будете армейский язык изучать. Не, ну, понимаете, когда речь идет о серьезных духовных текстах, которые, как я понимаю, вообще формируют ваше мировоззрение, получается, что вы доверяетесь переводчику еще и не одному, а, в общем, искажению через века. Чем больше ты разбираешься в теме, тем больше ты видишь эти искажения. Допустим, человек только начинает, он что-то изучает, он просто вынужден доверять всему, что говорят. Тем более в таких тонких вещах, которые перепроверить достаточно сложно. Достаточно сложно. Все, что вообще связано с духовностью, с религией, это ж, ну, как ты это все пощупаешь. Только есть свои какие-то переживания, какой-то опыт там, какой-то трансцендентный, который, впрочем, тоже можно как-то объяснить играми разума и так далее, и так далее. При такой сложной философии, очень многоветвистой, она как-то должна между собой очень четко совпадать. Как пример с семейной психологией, есть много версий, огромное количество, сколько психологов, сколько лекторов, сколько ученых, ну, у каждого свое мнение. Версии чего? Версии происходящего. Версии происходящего. Ну, как Зигмунд Фрейд написал много интересного, и на 99% было провернуто уже всеми своими учениками, а ученики учеников опровергли это, ну, и с каждым годом все. В 99% ли было опровергнуто? Ну, много, 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 много. Я человек гуманитарный, я когда цифры говорю, это означает много или мало. Ну, так, во всяком случае, говорят. Да мы же не о Фрейде, ну, по большому мнению. Окей, давайте вернемся к священным текстам. Но это все-таки доверять каким-то пересказам переводчиков, Да вообще нет никакого смысла. Нет никакого смысла доверять. Ты берешь, и что такое философия? А философия – это набор неких объяснений, чтобы упростить и объяснить тебе происходящее в твоей жизни. То есть как-то тебя структуризировать. Кто-то выбирает, я не знаю, философию рыцарев-джедаев, по большому счету. То есть вы выбираете то, что вам подходит, и опускаете то, что не подходит. Правильно? Ну, я бы так сказал, и ты выбираешь из всего, это как с автомобилем, да. Ты выбираешь какой-то автомобиль, и на нем едешь. Автомобиль, который тебе в данном случае доступен и удовлетворяет максимально твои потребности, и ты на нем и ездишь. Это не значит, что другие автомобили плохие. Это значит, что, возможно, они тебе не подходят. А вы не разделяете теорию того, что во всех этих древних текстах, так как именно они древние, питание очень часто отражало культуру народа. Того места, где ты живешь. Да, где ты живешь. И, собственно, ограничения были связаны именно с этим, не с какими-то... Очень много, конечно. Это очень практическая была вещь. Ну, условно, там... На 98% это все практические вещи. Да, то есть там кашрут, чтобы не отравиться. Конечно. Потому что там свинина в жарком климате просто гниет быстрее. Я уверен, что религия чукчи, она была бы связана с олениной. То есть вот условно в этом смысле ограничения там в индуизме и так далее, и вообще идеи вегетарианства. Но это определенный климат, определенные растения, которые легко найти. То есть не кочевники, а как раз вот такая... Да, да. ...совершенно другая жизнь в других климатических условиях. Мы сейчас просто не живем в этих условиях. Ну вот, а вы сейчас живете в Москве, в холоде, и вы живете по тем правилам совершенно другой климатической зоне, где вегетарианство никогда не считалось традицией, не потому что там это плохо или хорошо, а потому что просто, ну вот, в таком климате надо есть жирную. Пока не было холодильников, люди ели мясо значительно реже. Однозначно, что все вот эти древние разные технологии, они связаны с каким-то... А зачем тогда их сегодня в современном мире? Ни зачем. Вот именно с точки зрения еды? Вообще ни зачем. Ну вот вы вегетарианец. Мне нравится. Ну просто мне кажется, это такая довольно для нашего климата сложная система. Ну они же не умирают у нас на глазах. Значит, как-то все-таки манго свои из Таиланда поедают и хватает. Хотела зачитать вам цитату специалиста по санскриту о ведической терминологии. Такого Андрея Сафронова. Не знаете его? Ну давайте услышим. В последнее время все чаще мелькает термин ведический. Ведическая кулинария, ведический образ жизни, ведическая женщина, ведическая медицина и даже ведическая наука. Разумеется, это все полнейший бред. Веды доступны для прочтения на русском и других европейских языках и представляют собой набор красивых стихотворных гимнов. Никакого последовательного изложения мировоззрения или философии там нет. Мы ничего не знаем про ведическую кулинарию, поскольку в ведах нет описаний рецептов, точнее есть пару упоминаний варки мясного бульона и конского мозга в котелке. Скорее всего, как и у всех скотоводческих народов, питание ариев сводилось к брынзе, бульону и шашлыку. Нет никакой связи в вед с ювердой. И дальше вот человек говорит о том, что это именно эксплуатация, поскольку ведическое что-то есть попытка хитрого ребрендинга известных религиозных организаций. Напрямую их всерьез никто не воспринимает. То есть вот можете ли вы процитировать с точки зрения вашего мировоззрения? Мое мнение, что... Да, вот это мнение. Ну, я не знаю этого человека и вынужден довериться его глубоким познаниям. Люди всякие разные, и я уверен, есть и ведический антицеллюлитный массаж, и кто-то хотел бы продавить эту историю. Само собой, это нормальное состояние. Огромное количество людей используют любые бренды. Кто-то патриотические бренды будет использовать. То есть вы тоже используете бренд? Ну, вот так, честно. Ну, я изо всех сил стараюсь этого не делать. И, допустим, может быть, лет 15 назад ведический психолог, это звучало хорошо, то сейчас это такой моветон, это вообще так... Ну, то есть сейчас бы вы ведическую кулинарную книгу не стали бы издавать? Ведическая кулинарная книга издавала, да. Но не существует никакой ведической кулинарии, Ну, вы же узнали у этого человека это? Ну, в том числе, но он довольно серьезный специалист. А вы откуда узнали о существовании? Блин, я довольно известный специалист. Я 10-й, а вы там на каком? На 3-м, 4-м месте. Вот мы известные люди, а это какой-то Сафронов. Хорошо. Вы откуда узнали о существовании ведической кулинарии? Я прочитал Шимат Багаватам, я прочитал Багавагиту, я прочитал Читание Чаритам. В Багавагите нету ничего кулинарии, насколько я понимаю, кроме нескольких абзацев. Там базовый принцип описан. И я уверен, что человек, который это пишет, он не понимает, о чем речь. Он не понимает сам смысл. Так же самое, если я сейчас опишу, ну, допустим, какие-то исламские традиции. Вот скажу, это все хрень. А вы точно понимаете смысл ведической кулинарии? Да, конечно. Она существует? Да, конечно. Она существует. А зачем сейчас питаться, как кочевой народ скотоводческий 5 тысяч лет назад? В чем смысл такого питания? Мы живем в другом мире. Нет смысла. Я имею в виду, что когда вы называете книгу, может быть, там даны просто советы, Мы вообще говорим о разных книгах. Нет, у вас есть книга «Ведическая кулинария». Вами написана. Ой, я вас умоляю. Это что, просто для продаж? Да это... Ну, как сказать? Вы встревали в какие-то истории? Ну, допустим, вы подписываете договор с издательством. Они издают книги, которые ты видишь задним числом. То есть в смысле вы не знали, что он будет так называться? Нет. Серьезно? То есть вас обманули просто? Нет, меня не обманули, но я в этом вообще никак не разбирался. Как, подождите, вы подписали договор, не зная как? Да, вообще нет. На объем какой-то книг мы сделаем там что-то, что-то, это же из лекций просто набрано, и все. То есть, я считаю, что... А почему вы так за этим не следите? Это же ваш бренд. Это было очень давно. Сейчас я за этим слежу. У меня есть специальные люди, ответственные, которые смотрят договоры, которые, ну, так далее, так далее. А какие еще книги, кроме ведической кулинарии, вот, издались по тому же принципу не согласовываться? Ну, остальные более-менее терпимые, ну, типа, там, божественная женщина и тому подобное. Это вырезки из философских клубов и каких-то лекций. А ведическая вот эта кулинария, я даже не понял, что вы о ней говорите. Потому что... Ну, я ее не воспринимаю как книгу прямо... Ну, ведическая кухня, да. Питание в благости. Ну, нет. Я вам бы ее не подарил, такую книгу. Ну, спасибо за откровенность. Нет, ну, это так и есть. Есть другие интересные книги, которые описывают. Это достаточно... Ну, такой момент, я не знаю. Ну, я бы так сейчас не сделал. И время договора с этим издательством давно уже закончилось. И, в принципе, мы ее точно переиздавать... У нас права к нам... Вернулись к нам права, да, наши эти? Мы ее не будем переиздавать, сто процентов. Ну, давайте поговорим о других ваших книгах. Вот смотрите, они же все... Другие, да, другие хорошие. Вот. Они, может быть, даже и хорошие, честно скажу. Все я перед нашим интервью прочитать не успела. Но то, что я видела, они все имеют вот эти слова якоря, да, слова, которые лучше всего продаются. Любовь, божественная женщина, счастье, деньги. Да. То есть это самые такие продаваемые слова. Ну, конечно, но обвинить человека в том, что он хорошо называет книги продаваемые сложно. Нет, ну, что значит, хорошо. Но это как условно, можно назвать книгу «Братья Карамазовы», ну, и как бы это такое, в принципе, сложное название. Хер знает, кто эти Карамазовы, вообще о чем она. А можно назвать там «Тигр желания» и «Убийца дракона». И ты сразу такой «О, Донцова-то! Молодец!» Ну, можно назвать, может, передачу назвать «Философские мысли» Ксении Анатольевны Собчак, а можно назвать «Осторожно, Собчак» и «Собаку». Звучит так красиво, заставочка-то крутая. Ну, я-то этого не стесняюсь. Я тоже не стесняюсь. «Осторожно, Собчак». Я тоже не стесняюсь. А вам зачем это, так много продавать книг? Жажда денег и власти, и известности, может быть, из-за этого. Но вы же при этом довольно скромно и одеваетесь, и живете. То есть вы летаете в экономию, я посмотрела. Ну, да. Вот сейчас вы довольно скромно. Я иногда в бизнесе летаю, если за мили могу поменять. скромно одеты, любите серый цвет. Не, у меня 200 футболок разных. Я прямо излишествую в некоторых вопросах. Ну, а зачем вам большие деньги? Футболка все-таки не самая дорогая покупка. Давайте честно. Согласен. Деньги? Ну, у меня семья есть. А у меня есть близкие люди. Ну, тот образ жизни, тот недорогой образ жизни, о котором вы упомянули, он все равно стоит. И за это надо платить. А общине своей вы помогаете? Общине? Я не являюсь членом общины. То есть я разделяю философию. Если ко мне обратятся за помощью, ну, и убедят, что есть какое-то мероприятие, какое-то нужное, кто-то нуждается, ну, я не лишен таких вещей. Есть какие-то проекты, в которых я участвую. Ну, финансово. Просто в фильме про вас, почему я спрашиваю вас про финансирование каких-то близких вам по духу общины? Ну, там, возможно, речь идет о футфулайфе, но это не община. Футфулайф – это тот проект, в котором я участвую. Это благотворительный проект. Ну, кормят людей. В данном случае в Донецке. Вы это делаете? Да. Я об этом говорю. Почему лично не стали в этом участвовать? Лично? Как лично? Поехать в Донецк и готовить? Я не хочу ехать в Донецк и готовить, потому что я не люблю войну. Зачем туда ехать? Зачем там готовить? Ну, слушайте, вы же помогаете людям. Я так понимаю, это же такой гуманитарный проект помощи. Там очень много всяких гуманитарных миссий в Донецке. Я одной занимаюсь. Ну, это не такая великая помощь. Я говорю об этом больше, чем как бы участвую. До денег цифр мы точно не дойдем. Но мне нравится этот проект. Но мне нравятся проекты, которые делают люди, которые я знаю. То есть я никогда не участвую в никаких благотворительных акциях, если я не знаю людей, которые этого делают. Этим занимается один мой очень близкий знакомый. И я его очень хорошо знаю. Ну, вот Донецк действительно страшная война, которая в том числе очень сильно поссорила наши народы. Да. У вас по этой войне однозначная позиция есть какая-то? Ее нету, потому что вы работаете в России, вы ограничены в высказываниях, или ее реально нет? Нет. Вы считаете, кто в этой войне виноват? Ну, кто-то виноват, 100%. А кто? Я не знаю. Я не знаю. Ну, просто обычно люди, которые думают об этом, они встают либо на одну, либо на другую сторону. Либо считают, что Россия является страной агрессора. Ну, это же очень просто и очень примитивно, по большому счету. Вот Россия агрессор, а это там, ну, это жертва, или это жертва, а Россию подставили. Ну, есть масса теорий заговоров, Но вы во что в этом смысле верите? Ксения, смотрите. Я родом из Днепропетровска. Я родился, вырос там и жил там до 19 лет. Потом я служил в Советской армии. А потом с 93-го года я живу в России. Я рожанин России. И никогда, ну, я не являюсь рожанином Украины, никогда не был рожанином Украины. Такая вот ситуация. Там живут мои родственники, здесь живут мои друзья, здесь живут мои родственники, и там живут мои друзья. То есть, это вот, представьте, если ваша мама с папой начали интенсивно ругаться и дошло до избиений. И вас кто-то задаст, кто виноват. Однозначно папа. Если дошло до избиения, виноват всегда тот, кто сильнее физически. Ну, давайте так. Ну, то есть Россия виновата. Как, как, как? Я не квалифицирован в этом. Я в этом не разбираюсь. Когда люди так огульно заявляют о том, что они все это понимают. Вы поддерживаете гуманитарно. Ваша семья связана с Украиной и с Россией. Я людей поддерживаю. Я поддерживаю людей, которые... Нет, смотрите, например, честный ответ, который вообще принимается, сказать, слушай, ну, я в России тоже зарабатываю, у меня лекции и все. Я не буду сейчас как бы... Я и в Украине зарабатываю. Я читаю лекции и там, и там. Но просто сейчас вот начать рассказывать, что надо сказать, что Путин плохой. Нет, ну вы вот привели пример про мужа и жену, там, родителей. Ну, вот сразу ответ однозначный. То есть если идет об агрессии, ядерная держава виновата всегда. Ну, возможно, в этой семье мама сейчас... Точно понимаете сейчас речь вообще не о вас? Ну, что там... Понимаю, да. Абстрактная мама, абстрактный папа. Естественно. И тому подобное. Ну, чтобы я сейчас глупо не выглядел. Нет, мы не отмонтируем это. И понятно, что сильный всегда виноват, и он несет больше ответственности за это однозначно. Однозначно. И папа, конечно, виноват. И будучи на месте папы, я всегда признаю, будучи, что, ну, всегда ты виноват, ты ответственная, ты берешь ответственность за то, в чем даже не виноват. Но мы можем выяснить о том, что мы сейчас про маму говорим, что мама, оказывается, ну, давно спит с соседом, условно говоря. Мама ворует деньги или оторвила младшую дочь. Разрядись! А еще... Сто процентно. Ну, она... И так далее, и так далее. Но мы сейчас про маму говорим. И как это все получилось, людям со стороны никогда не узнать. Каждый будет, ну, разбираться. Ну, сейчас вот мы залезем где-то в интернет, возьмем какие-то книги, начнем разбираться с историей Второй мировой войны. И будет два противоположных мнения. Одни расскажут о том, что великая страна, СССР, защищалась. А вторые скажут, что это главный агрессор, который хотел захватить весь мир, а Гитлер нанес превентивный удар. И прочитав умные книги, я уверен, что... Ну, многие скажут, что это... Прочитать можно любые книги. Они будут очень логичны. Но есть нюрнбергский процесс. Сто процентов. Сто процентов. И сегодня вряд ли кто-то скажет, что Гитлер, в общем, был правильным человеком и был молодцом. Не только потому, что за это можно просто напрямую сесть. Огромное количество людей скажет. И так и говорят. Я знаю, но это в общем... Но я знаю. Как бы есть документальные, скажем так, факты, доказывающие, что Гитлер преступник. Это важно. То есть можно считать, что угодно, есть мнение, а есть факт. Подождем Нюрнбергского процесса. Над кем? Ну, над виноватыми. Когда выяснят. Думаете, состоится? Не факт. А во Львов спокойно приезжаете сейчас? Ничего? Там кошки не скребут? Во Львов абсолютно нет. Я во Львове был в этом году первый раз. И как? Как ощущения? Шикарный город. Мне очень понравился. Великолепно. Ну, прямо хорошо. Я не столкнулся ни с какой проблемой. Там вы впервые, кстати, именно во Львове заговорили о политике. Потому что я очень внимательно за вами следила, когда готовилась. Я это называю секундочку политического юмора. Да, но в основном вы эту тему не затрагиваете. И тут вы сказали следующее. Я вам сейчас процитирую это. Давайте я вам даже видеофрагмент включу просто. Мы граждане какой-то страны. И мы хотим, чтобы нанять себе какого-то могучего менеджера, да, который будет нас каким-то образом радовать. Причем этого менеджера мы выбираем как сами, да, как-то большинство. Но большинство людей обычно это кто? Это те, кто нуждаются сами в помощи. Они большинство неразумные люди. Поэтому, ну, допустим, та же демократия невозможна по определению. Ну, это да. Я считаю, что демократия невозможна по определению. То есть вы считаете, что сегодня в мире нет реально демократических стран? Есть более спокойные, более уравновешенные страны, где есть система каких-то противодействий, противовесов и тому подобное. Я сразу предупреждаю, это мое... Дания, Швеция, Финляндия, это не демократические в этом смысле страны? Я не знаю. Там разве... Ну как, ну вы же знаете, как там все устроено, на великах ездит президент, премьер-министр, они меняются с той скоростью, с которой люди вообще не знают, как их зовут. Проблема главная этих стран, что люди просто не особо ходят на выборы, потому что они не очень успевают следить и не знают, кто ими вообще руководит. Ну, спокойные страны. Я люблю и Финляндию, и Швецию, и тому подобное. Ну разве это не некий такой вот пример демократии? Пример, как это делать? Ну, знаете, кто-то сейчас сидит, смотрит и говорит, вот есть пример моей семьи, допустим, или вашей семьи, и он захочется это сымитировать, у него не получится. По какой-то причине, потому что за вот этим, за всем есть некая история. Чтобы я жил, вот так, как я живу, должно было пройти 49 лет. Я должен был прочитать что-то странное, сделать что-то странное. Хорошо, правильно ли я понимаю из этих слов, что, на ваш взгляд, в России вот такая настоящая демократия невозможна и не нужна, по сути дела? Я не знаю, я не политик. Я действительно не знаю, возможно ли она. Значит, вы только что говорили, что не воспоминали. Ну, не только что, а во Львове, конечно, да. Это вот то же самое, я могу рассуждать о, допустим, каркасном строительстве. Я в свое время построил сам каркасный дом. Ну, у вас нету лекции про каркасное строительство, а про политику есть? Есть, есть. Просто вас не очень интересует каркасное строительство. Меня нет. А политика интересует. Интересует. Вот такая вот история. Но я могу рассуждать и на эту тему, и на другую. То есть я не в Госдуме сижу. Вы во Львове говорите, что вот я считаю, что народ неразумный, без царя, то есть демократия невозможна. Все люди на планете достойны правителя, которые у них есть. С нами происходит только то, что мы заслужили и что мы допустили. Вот и все. Но это очень спорная теория. Правильно ли по этой... Ну, это же моя. Вы же спросили, что я думаю. Зачем спорите? Окей. Правильно ли я понимаю, что мы, Европа и Россия, в том числе, Советский Союз, заслужили Гитлера? Правильно ли я понимаю, что следуя за вашей же мыслью... Конечно, заслужили. Миллионы людей, которые погибли в концлагерях, которые сгорели в газовых камерах, заживо задохнулись, они в каком-то смысле заслужили то, что с ними произошло? Ну, это же... Ну, ладно. Допустили. В смысле, что... Ну, как-то же допустилась вся эта история. Как-то кто-то же сложился. Это прямое... Ну, хорошо, давайте так. Дикое насилие. Да, это прямое дикое насилие. Это ужасно. Это очень плохо. Но в 1933 году Гитлер пришел к власти законным демократическим путем. В Германии? В Германии. А чем это в итоге заслужили? Ни очень хорошим не закончилось. Люди пришли и проголосовали. Они были адекватные... То есть немцы заслужили Гитлера? Я не об этом. Они это выбрали. Они выбрали в 1933 году то, что потом, через сколько-то лет, трансформируется во что-то другое. Я не говорю, что они правы. Не правы. Но мы речь о том, что они же ходили, выбирали. У меня на системе демократии я поставил крест. И мне не нравится система демократии. Я не верю, что большинство людей, как и в Германии, или в России, или в Африке, или еще где-то, могут выбрать что-то удивительное, правильное и достойное. Потому что происходят такие вот истории. Мне много чего нравится, много чего не нравится. Поэтому я никогда в жизни не голосовал. Никогда, нигде, ни за кого. Потому что я в моем, в моем маленьком мире, я считаю, эта система не очень жизнедеятельна. Не до такой степени, чтобы я поднял свою задницу и двинулся куда-то заниматься вот чем-то. Он крутой лидер? Все, кроме россиян, считают, что он крутой лидер. Потому что все мы считаем, что мы знаем, как лучше. Мы знаем, как правильно сделать. Если бы у нас была возможность, мы бы, конечно, развернулись. Мы понимаем, что там все воруют. Почему мы понимаем, что там всем воруют? Да потому что мы понимаем, что если бы я туда попал, я бы как бы им показал, как правильно воровать. Какая лучше тогда система? Я не знаю. Я не знаю. Ну, может быть, авторитарная лучше система, монархическая. Вы задумывались, почему в какой-то стране авторитарная система, в какой-то там еще что-то и так далее, и так далее. Задумывалась, конечно. Из-за чего? Ну, мне кажется, точно не из-за того, что люди плохо проголосовали. Потому что есть люди, которые нарушают общественный договор. И, например, вот вы мне там пообещаете, что вы поднимете уровень благосостояния. Я пойду проголосую. А вы после этого пойдете, разгоните правительство, узурпируете власть, всех в тюрьму посадите. Я же не могла это предположить. И не могу считать себя виноватой за то, что я за такого человека проголосовала. Потому что я голосовала за другое. Это похоже на людей? Согласен. Вы помните МММ? Да. Сколько люди раз ходили туда? Три. То есть они один раз осохатились. Ладно, я их понимаю. Они осохатились первый раз. Но прошло время. Им сказали, что МММ просто буквы будут чуть больше и иначе-то. И они второй раз туда пошли. Их опять кинули, они пошли третий раз. И опять проголосовали. И закончилось только тогда, когда идейный вдохновитель ушел к братцам, по большому счету. Это эти же люди голосуют? Они голосовали за кого-то, потом они голосовали еще за кого-то, потом и так далее. Но это же не большинство. Это какие-то люди так действительно делают. Что сделать? Ну, я же, не я придумал эту систему. Не я ее придумал. То есть, мое право либо в ней участвовать, либо нет. Когда все эти вопросы решались, с 91-го по 93-й год, я в армейских ботинках бегал по степям. Меня никто не спрашивал. Я ни за кого не голосовал. Меня призвали в советскую армию, а когда я из нее уволился, вдруг оказалось, что есть несколько стран с разными паспортами и тому подобное. Это не моя идея. Не моя идея. Ну, то есть, влиять на текущие процессы вы сознательно отказываетесь. Вы можете, но вы как бы не хотите. Вот на что я влияю, я влияю. Стараюсь. Есть такая молитва, молитва оптинских старцев. Наверняка вы ее слышали. О, Господь, дай мне сил бороться с тем, чем я могу бороться. Дай мне терпение. И различить. И разум отличить одно от другого. Я вижу, что я произошел какое-то впечатление, когда рассказываю о семейной психологии, о каких-то ценностях, ну и тому подобное. Да, правильно, не неправильно, ну хоть какая-то схема. Я в этом изучаю, стараюсь. Самое главное, я живу так. Это моя история. Я так живу и говорю, как я живу. Если вам нравится, вы можете подписаться, прийти и послушать. И влияю я? Ну да, немножко влияю. Наверняка. Наверняка. А теперь вопрос. Если бы сейчас было написано на сайте лидер партии, пусть будет там, я не знаю, зеленый треугольник, красный там еще что-то. Как вы думаете, вот эти вот миллион девятьсот людей, подписчиков, они будут меня слушать? Конечно. Да нет, конечно. Конечно будут. Да так все и устроено. Ну я так не, я не буду так делать. Подождите, а почему, как вы считаете, что Зеленский пришел каким-то другим образом в власти? Мы о другом, я в этом не разберусь. Это то же самое. У человека был классный сериал. Сто процентов. Классный квартал. Его все знали и любили. Да. И дальше следующий шаг, ты говоришь, а теперь я еще вот как в сериале так же буду президентом, и все пошли голосовать. Получилось? Конечно. А меня бы на умение туда отправили. Если бы можно было. Я бы летим был устроен. Так и вас, если вы будете успешны в какой-то своей области, где вам будет полное доверие, ведь главное это доверие. Президенты только после вас. Даму вперед. Хорошо. Я уже была кандидатом. Ну я пока не дотянул, да, поэтому я же не очень говорю. Если мы возьмем любого стендапера, возьмем любого, ну, все политики только-только и говорят. Ну, я вставил там минутную какую-то штучку в лекции во Львове, в которой я был первый раз и хотел понравиться местным жителям. Хотели понравиться? Я всегда хочу понравиться, я даже вам хочу понравиться, потому что я доминирующий альфа-самец. Вот такая вот история. И я хочу, мне нравится, когда, ну, люди хлопают в ладоши и говорят, что Сатя крутой, а если они пишут другое, мы их баним. Но я хотел привести пример. У меня был на Ютубе канал, и это был канал, ну, где-то там 1600, наверное, там насобиралось. И этот канал вел один мой знакомый, мой хороший товарищ. Потом у нас организовался другой канал. И другой мой хороший товарищ начал, и случилось два параллельных канала, которые приблизительно, ну, там, не там, что-то там, до миллиона добрались, они как-то так. И они между собой начали немножко, ну, интересы у них столкнулись. То есть один мой канал, который ведет один администратор, столкнулся со вторым моим каналом, который ведет второй мой администратор. Я попробовал их, не получилось. И, в общем, они как договорились. Один из администраторов, что он сделал? Он убрал Сати, да, и убрал все ролики, и на этом канале стал говорить какие-то вещи очень правильные. И все люди куда-то пропали. Это вот как мы с... Я не знаю, я вас приглашаю на тематическую вечеринку кататься на танке. Вы туда приезжаете, а мы там бухаем в бане. Это будет странно. То есть ну, ты все равно приехала. Мы же хорошие люди, так не пойдет. Поэтому я понимаю, что люди, которые подписались в Инстаграме, в Ютубе, они слушают мое мнение по поводу семейной психологии. Ну, давайте тогда об этом и поговорим. Семейная психология. Да, хорошо. Мы уже больше не будем про политику. Хотите еще? Нет, не хочу. Нет, я просто подумала, что вы когда-то этого, я-то всегда, пожалуйста, добрый вечер в мои, так сказать, шершавые лапки. Пожалуйста. Я можно подытожу маленький нюансик, чтобы как-то закрыть тему с политикой. Я иногда ляпаю что-то такое, не будучи в этом квалифицированным. Но это не мнение политолога. психолога. Ну, хорошо, тогда к любимому. К семейной психологии. Честно, не является это моим любимым. Как не является, вы только об этом и говорите. Я 400 лекций в год читаю. Да, это я вижу, вы вообще очень плодовиты. Вы знаете, у вас прям YouTube-канал, такое количество видео, больше 150 видео в месяц. Серьезно? Вы конкретно берете количеством. Может быть, каждый ролик не набирает какие-то мега цифры, но все вместе сложить, это прямо жесть. Ну, это не моя заслуга, я этим не занимаюсь. Я только наговариваю, а уже мои коллеги этим всем занимаются, конечно же. Я не умею и не знаю, как это лезать. Ну, столько наговаривать, это вообще надо любить говорить. Говорить я люблю. Говорить люблю. Но семейная психология, допустим, у АЖННК есть любимые блюда. Так, есть, да. А если два раза в день есть это? Ну, тоже можно. Через какой-то момент вот так. Но когда после паузы уже приелась семейная психология? Мне нужно паузы делать. Я когда неделю не работаю, я прямо с большим удовольствием на лекцию прихожу. То есть я говорилка, говорилка. Семейная психология, это прямо вот, ну, не знаю, так сложилось. Можно ли ваш жанр назвать психологическим стендапом? Я ждал этот вопрос. Я прямо хотел бы сразу об этом поговорить, потому что вот эта вся история про политику, про вот это, мне так неинтересно, психологический стендап. Ну, ну, некоторые так это называют, хотя я понимаю, что, ну, я не занимаюсь стендапом, в чистом виде, это не стендап, стендап по другим законам делается. Ну, вы ровно у вас, давайте я в этом жанре понимаю, у вас ровно по законам стендапа. шутка, пауза, еще одна шутка, то есть у вас то, как это сделано, да, какие-то, я же вижу, что тут заготовка, тут пауза, тут правильный, тут взаимодействие с залом, у вас классический стендап, но на тему психологии. Знаете, бывает, женщина живет в мире, где груди ее касался лишь аккордеон. Я не могу ее осудить, что она пошла к массажисту. Хоть так! Это вот больше не на стендап похоже, если мы сейчас начнем говорить о юмористических программах, потому что, ну, некоторые говорят, что у меня юмористическая программа отчасти, мне больше нравится прожектор Пересхилд, то есть, очевидно, что там масса заготовок было, люди собираются, собирают какой-то материал и начинают что-то обсуждать, а там поволокло. То есть, я тоже в этом разбираюсь, я понимаю, что это не за... Ну, сейчас их несет, их несет. И вот на 50% лекции меня несет. То есть, это не заготовленный вариант. Но вы всерьез все это говорите? Или это все шутка? Я так думаю всегда. Я очень серьезные вещи говорю с юмором, потому что, если это говорить без юмора, это очень больно. Это как оперировать. Если мы прямо начнем без юмора вот это выдавать и в лицо говорить, ну, что ты творишь? Ну, что ты жаба? Как ты можешь так вообще? Ты подумай, ты же все, ты закапываешь свою жизнь, ты совершаешь все ошибки, ты сама по этому страдаешь, ты сдохнешь в одиночестве. Если сказать это так вот в лицо, человек очень сильно расстроится. Если рассказать про Валеру, будет полегче. Но вы при этом говорите всерьез. Я так думаю абсолютно. Да, то есть, окей, это важно для нашего будущего разговора. Но с юмором. Высокий, аккуратный, говори тихо, разумно, никаких там этих самых, интеллигентный, я думаю, в сотом поколении. Потому что я интеллигент в первом поколении, и это бросается в глаза. Некоторые говорят, что это стендап на психологические темы, некоторые говорят, что это психология с элементами стендапа. Ну, пусть так. Хорошо. Тогда вот важно, что мы это обговорили, что ваши слова я могу воспринимать всерьез. Ну, наверное. По крайней мере. Я же понимаю, там вы что-то заготовили. Конечно. Да, да. Серьезный человек готовился. Как же без этого? Да. Я постараюсь, как есть, я так и скажу. Если это, я не это имел в виду, или вырезано из контекста, ну, я так и скажу. Хорошо. Я начну вот с чего. Понимаете ли вы, что многие ваши рассуждения звучат крайне жононенавистнически? Несмотря на то, что вы все время подчеркиваете, что женщина, любовь к ней – это самое важное. Да. Но по сути, да, то есть у вас вывеска правильная, потому что я так понимаю, что женщина вообще основная ваша аудитория. Вывеска правильная, женщина – это божество, слушайтесь, женщина – любите. Ну, просто не все женщины – божество. Да, но дальше, когда начнешь копать, понимаешь, это дико женоненавистнические высказывания. Сексистки еще. Сексистки, за которые в современном мире, если бы мы жили с вами не в России, а в Америке, Ну, я-то живу в России. Cancel culture уже бы вам давно была обеспечена. То есть какие-то феминистки бы вас точно где-то закопали. Иногда говорят, что я издеваюсь над женщинами, а я считаю, что это авторские, метод. Коррекция поведения, да. Я обычно… Вы это понимаете? Да, да, хорошо, да. Примем это. Хорошо. Что вы тогда имели в виду, когда, например, вы сказали следующее, женщина может добиться всего. Она может залезть на Эверест, она может построить бизнес, она может стать мастером спорта по боксу, она может научиться водить машину задом, парковаться на параллельной парковке, и так далее, и так далее, ей для этого нужно только одно – выйти неудачно замуж. Ей для этого нужно только одно – неудачно выйти замуж. она полностью сразу замотивируется стать героем в доспехах. Вы действительно так считаете, что главная мотивация для какого-то большого женского успеха – это неудачное замужество? Ну, в большинстве словам, да. Я очень часто задаю вопрос, в моих лекциях есть такой персонаж, может, сталкивались, адский сатана, который ходит к женщинам и заставляет сделать выбор какой-то. Выбор всегда один. Подходит адский сатана и говорит, что ты выберешь? Успех, социум, карьеру, деньги, но при этом у тебя не будет семьи, у тебя не будет детей, не будет любимого мужа и тому подобное. Либо ты выбираешь успех в семье, но никакой карьеры. А так как это адский сатана, ты должна выбрать или-или. Естественно, я утрирую, само собой, потому что в жизни так не будет, мы всегда будем совмещать. И самый популярный женский вопрос – как это совместить? Ну, я этот вопрос задавал сотню раз на лекциях, на большую аудиторию. И все женщины выбрали семью. Если вот так, если или-или, то я выберу семью. Никакой хер с ней с этой карьерой. Но, возможно, это говорит просто о вашей аудитории? Да, это говорит моя аудитория. Но вы понимаете, что когда я, например, это слышу, то у меня… Я продолжу, можно? Я продолжу. И вам тоже достанется от меня. Это я не сомневаюсь. Да нет, конечно. После этого я говорю, девочки, вы же понимаете, что мы сейчас выбирали приоритеты. Есть важные вещи. И дальше я говорю, приоритет – это когда, может, вы тоже слышали эту жизнерадостную аллегорию, это когда вы идете, гуляете по парку, а вам захотелось пиццу и какать. Что вы выберете? Очевидно, что вы сначала решите свои вопросы, а потом уже пиццу. Не так, что нету туалета, пойду закажу пиццу. Так не будет. Я говорю, и здесь так же самое. Есть две вещи, вы определитесь, которые для вас… Еще раз. Поэтому женщина, женщина, она должна, слово «должна» или «может», если она хочет быть счастлива, работать в счастливой, отчастливой семейной жизни время. Иначе ты не будешь счастливой. Вам не кажется, что вы находитесь в глобальном заблуждении ровно по той причине, потому что вы говорите о тех женщинах, которые к вам приходят. Это же уже определенная категория женщин. Ну, конечно. И вы сейчас немножечко… Ну, знаете, такой вот феномен, я это по себе помню, что когда ты беременная, вот когда я была беременной, кажется, что везде беременные женщины. Ну да. Но это же на самом деле не так. Это просто ты в этот момент беременный, и ты их просто видишь из толпы и выцепляешь. И в этот момент тебе кажется, господи, и та беременная. В чем вопрос? Вопрос в том, что это просто ваша проекция. Так же можно сказать, Ксения, вам не кажется, что вы тоже глобально заблуждаетесь? Вы сосредоточились на этом? Безусловно, но я вам сейчас это докажу. Смотрите, это же ваша проекция. К вам приходят такие женщины, потому что, условно, если бы вы мне, ну, понятно, что это такой очень жесткий выбор, но если бы прямо он был вот такой исадским сатаной, я бы, конечно, выбрала карьеру, и ни секунды бы у меня не было сомнений. Потому что, да, я очень люблю свою семью и своего ребенка, но, условно, ты хочешь чего-то в жизни достичь и самореализоваться, или как бы у тебя будут теплые, важные, близкие отношения, для меня выбор… Ну, то есть, я бы не хотела его делать, и я сделала все в своей жизни, чтобы у меня такого выбора не было. И не будет? Вот в чем фишка. Ну, как бы… Но вопрос приоритета… Почему вам кажется, вопрос тоже, почему вам кажется, что все женщины должны выбрать именно так? Хорошо, у меня вопрос. У вас сейчас дома больной ребенок и интервью со мной. Так. Что мы выберем? Я больного ребенка утром уже, значит, сделала ему ингаляцию, оставила с няней, убедилась, что с ним все хорошо, опоздала на полчаса, он охрип, действительно, вчера сопли, простудился, но поехала к вам. То есть, главная феминистка России все-таки выбрала своего ребенка? Нет, как я выбрала ребенка опоздать к вам на полчаса? Ксения, он так не заболел. Вот если бы он заболел по-настоящему, а не сопли, вы бы выбрали его и вы были бы правы. Ваша жена заболела? Серьезно? Да, я выберу ее. Ну, конечно. Так, а при чем здесь тогда мужчина и женщина? При чем здесь гендерность? Спросили женщины, я сказал женщину. Нет, ну вы же говорите на лекциях про женщин, а не про мужчин. Я веду мужские клубы еще, когда собираются только мужчины. Так, да, мужские. Вот приходят мужчины, мы там немножко иначе говорим. И вот вопрос о том, как совместить семью и работу у мужчин не стоит. Никогда. Они этот вопрос не задают. Он для них несерьезный. Они не приходят ко мне задавать эти вопросы. Но это сейчас очень странное как бы увиливание, потому что вы на своих лекциях говорите именно про женщин и про мужчин, как про разные виды, люди с разных планет. Что мы как-то не туда пошли. Туда, очень туда. Начали искрить. Я не хочу искрить с вами. Я очень хочу, поэтому придется искрить. Так, а мы еще нам не надо уехать? Вы все время разделяете. Вы говорите, мужчины и женщины разные существа. Разные, конечно. А вы так не считаете? Нет, давайте так. Я считаю, что есть определенная там разница физиологии, в конце концов, которая невозможна определять. Физиология, психология, культура. Но вы присваиваете общечеловеческие качества. Ну вот, мы же сейчас с вами только что разобрались. Почему-то только женщины. Какие-то. А какие-то только мужчины. Мы можем, мы достигнем, мы решим, мы сделаем. Женщина, самосознание, самореализация. Женщина тоже человек. Саньте, ты не понимаешь. Феминизм рулит. Во, мы можем. Женщины могут. Га-га-га. Вот это. Вот меня это, например, прямо оскорбляет, потому что я считаю, что это как раз, как сказать, усиливает те патриархальные модели, которые являются источником большого зла. Почему патриархальные модели хуже непатриархальных? Ну, потому что патриархальная модель общества, она, на мой взгляд, устаревшая, на мой взгляд. На ваш взгляд. Да. А на ваш нет? Ну, вы же свободный человек в свободной среде. Имеете право на свое мнение. Так вы тоже. И я. Вы скажите, какое оно у вас? Три вида существуют. Есть патриархальный вариант, да, где мужчина, локомотив, а женщина, вагончик, который за ним тянется, Есть патриархальный, есть равенство. Есть равенство. Вот я за равенство, а вы за как? А я за патриархальный. Вот. Добрый вечер. Почему? Да потому что я крутой муж. Подождите, это кто вам, жена это говорит? Так. И в этих рамках патриархальных я значительно эффективнее, чем в равных. Почему? Ну, потому что меня вдохновляет о ком-то заботиться, кого-то спасать, кого-то защищать. Мне очень важно. Почему вы считаете, что в модели равных отношений люди не могут заботиться друг о друге, быть счастливыми? Ну, у вас же такая модель. Да. И я тоже забочусь о своем муже, и он обо мне. Ну, да. И мы счастливы. А я не хочу так. Так давайте тогда выясним, в чем разница. Да, скажем, мы свое. Мы пытаемся выяснить, Одному нравятся апельсины, а другому ящик из-под апельсинов. И наверняка есть где-то женщина, которая усыновила себе мальчика и дает ему деньги на сигареты. И они счастливы. И пусть они будут счастливы. Есть же такие люди. Мы можем допустить. Нет, мы говорим, что существует три разных модели. Вот я пытаюсь выяснить, почему вам комфортно в патриархальном? А я... Ну, мне так нравится. То есть... Ну, вы пропагандируете эту модель. Почему вам в одинаковых, ну, в равных условиях хорошо? Потому что равенство это залог счастья, на мой взгляд. Когда люди, каждый человек самореализовывается, чувствует себя равным другому и самодостаточен, на мой взгляд, это залог счастья. Конечно. Почему вы считаете, что когда мужчина главенствует и доминирует, это дает счастье женщине? Почему это так? Да. Почему вы так считаете? Я не считаю, что это так. Ну, в моей семье так. Почему? Да я откуда знаю? Наверное, у жены будут спросить. Почему тебе нравится, когда тебе... Подождите, вы же всем рассказываете на своих лекциях. Да. Не просто, что, ребят, вот у меня так, мне с женой хорошо, а у вас, может быть, совсем по-другому. Ну, вы же рассказываете о своей версии тоже? Нет, нет, подождите. Вы, я лекция о семейной... что моя версия тоже имеет право на существование. Давайте так. Конечно. Любая версия. То же самое, как история... Жить с ежиками тоже имеет право на существование. А вот люди, которые живут с ежиками, у них есть свой семейный лектор. Да, вот смотрите, сейчас вы поймете, к чему я. Вот они собираются, и главный ежик выходит и говорит, ребята, жизнь с ежиками, это заебись. Да. Все колется, но это хорошо. Это хорошо. Значит, ежики лучшие, они рулят миром, и вообще каждой бабе по ежику. Да. Нормально. И собрались ежики и радуются. Но дальше, естественно, я приглашаю главного ежика, и расскажите об этом подробнее, ведь с человеком жить как-то он и теплее, и комфортнее, молока не ест, значит, не колется, он побольше и так далее. И вот уже какая-то дискуссия. Вот я вас пригласила, потому что мне интересно узнать, по какой причине вы считаете, что патриархальная модель, вы же говорите, это на лекциях на своих, что она правильная. Вы слушали какие-то мои лекции? Очень много. Они вас не убедили? Нет. Ну все, отлично. А есть те, кого убедили? Конечно. Так вы расскажите. Какой смысл? Я 15 лет читаю лекции, и не смог вас убедить, человека, который прослушивал огромное количество моих лекций. И сейчас я кинусь на амбразуру доказывать какие-то истории. Но вы же слуга абсолютно истины. Ой, я вас умоляю. Ну что вы, как бы да. Вот может быть просто я очень непонятливый человек. У вас тоже какая-то миссия через нашу программу «Убедите меня и моих зрительниц». Но вы же не измените свое мнение. Ну почему? Ну может быть вы будете убедительны? Скорее всего нет. Почему? Ну времени у нас не хватит. Очень интересно. Можно привезти на водопой. Лошадь, но нельзя, а ее заставить пить. Так. Вот такая вот есть... Это вы про меня сейчас? Нет, это ведическая пословица. Да. Хороший стендап. Согласен. Я вам даже подала сейчас это. Но в любом случае можно очень тяжело разбудить того, кто притворяется спящим. Еще одна история. Ну то есть вам не нужно это. Ну может вы спящий наоборот? Конечно. Конечно. Но чтобы я проснулся, у меня должен быть запрос. Если у вас будет запрос на что-то, захотите что-то узнать, вы узнаете. Мне кажется, что вот эта патриархальная система, она не просто... Ну знаете, ежики где-то там живут, простите, ебутся, ну и черт с ними. Это как-то никак ни на что не влияет. Что мешает... А патриархальная модель... Чем она плоха? Смотрите, мне она кажется вредной. Почему? Убедите. Потому что она формирует определенное женское мировоззрение с детства, которое является вредоносным. То есть нам всем, включая меня, в детстве, мне было сложно от этого избавиться, всегда говорили, ты принцесса, ты вот, значит, у тебя будет принц на белом коне. А что случилось? То есть не было принца? Ты читаешь... Нет, подожди. Ты читаешь определенные сказки, которые тебя формируют, маленькую девочку, жить в определенных ценностях. Что это за ценности? Мы можем разобрать сейчас тысячу подобных сказок. Ценность твоей жизни определяется тем, чтобы у тебя появился какой-то мужчина, прекрасный принц, и ты выйдешь, и все сказки заканчиваются, они же поженились и долго были счастливы. Потому что это и есть некая цель, которой маленькой девочке закладывают, что нужно стремиться. Мне кажется, это крайне вредная цель. И вот если говорить о социальном проекте, я мечтаю сделать проект, если найду партнера по этому проекту, буду счастлива, кстати, вот это обращение, детских сказок для девочек, которые будут не про то, что цель найти принца, и они жили долго и счастливо, а что жила принцесса, она хотела построить самый лучший завод шоколада. И она его построила. И она его построила и стала самой успешной. У нее самый вкусный шоколад, она накормила всех детей, и все к ней стали ходить есть этот шоколад. Я херово придумываю сказки, но условно она не про то, что все крутится вокруг отношений. А женские сказки, да, вот это все танцы вокруг фаллоса, в итоге, вокруг этого принца на белом коне. Это безумие, разве это не вредоносная идея? Абсолютно. Абсолютно вредоносная. Ну это патриархат, вы же сами это пропагандируете. Нет, я сказки детям не рассказываю. Но вы взрослым рассказываете сказки, понимаете, патриархальные. на лекции и говорит, я хочу замуж, я хочу мужа, я хочу детей, я хочу дом. У нее такой запрос. Я хочу этого. Я ей рассказываю, как это работает. Если ты хочешь вот это все, то, что ты описала, возможно, вот в такой схеме. Я не хочу при этом думать о чем-то, я не хочу сражаться, я не хочу служить в армии и бортировать колеса. Я хочу быть принцессой. Принцесса пришла, покупает тариф принцессы. Так она хочет покупать тариф принцессы, потому что всю жизнь такие, как вы, в разных поколениях рассказывали, что патриархат – это правильно и это хорошо. Я не рассказываю. Ваши предшественники, вы же видите в реинкарнации, предшественники все сами во всем виноваты. С тысячелетиями рассказывали разные люди и писали книжки и сказки. Я хотел бы от них, от всех отрешиться. Так и что хорошего? Вы эту женщину привели в точку. Что вы от меня хотите сейчас? Что я должен сделать? Другой тариф им продавать? Другой тариф продают все на каждом углу. Нет. На каждом углу. Ксения, продается тариф. Откройте интернет и посмотрите. Кто талантливый лектор другого тарифа? Я крутая, я это все сделаю, я достигну, у меня железные яйца, я добегу. Без проблем. Я говорю, если ты хочешь этот формат, выбирай этот формат. Вам не кажется, что вы их обманываете просто? Нет, не так не кажется. Ну хорошо, давайте, вот смотрите, вот перед вами сижу я, говорю вам вот чистую правду. Я, не будучи никогда, и понимая это, не будучи никогда супер... Сейчас запрос? Да. Допустим, представьте, Ксения, что вы у меня спрашиваете, Сатя, как мне стать, условно говоря, вам это не... Ну вдруг, как мне стать счастливой в равных, в равных отношениях? Так. Я вам расскажу, как стать счастливой в равных отношениях. Как? Вам что, нужно это? Ну интересно. А есть другой, вы говорите, как мне стать счастливой в отношениях, где бы я доминировала? Я вам расскажу. Нет, подождите, вы знаете, как стать счастливым в равных отношениях? Да. Ну расскажите. Быть абсолютно независимым. У каждого должна быть своя финансовая история. Да. У каждого должна быть подушкой безопасности. Максимально стараться не зависеть от человека, который с тобой находится. То есть быть не дурой, а понимать, что в любой момент ты можешь остаться одна и разойтись. Брачный договор надо? Брачный договор. Ну конечно, конечно. И брачные договоры, они нужны во всех трех тарифах. Это нормальное состояние. Люди ленятся, ну хотя любой печатель в ЗАГСе, это же некий брачный договор, вы же понимаете это. Поэтому если вы хотите этого, то это нормально. То есть так надо поступать. А как себя вести нужно в равных отношениях? Как друзья. Плюс секс. То есть это дружеский секс? Дружеский секс, дружеские отношения. Это такие будут взаимоотношения, финансовые взаимоотношения. Мы с тобой вот что-то скидываемся на холодильник, скидываемся, условно говоря, на что-то. Колхоз отдельно, мухи отдельно, все. То есть это не любовь? Почему это любовь? Любовь. Любовь, наверное. Ну как если секс дружеский? Ну любовь, опять же. Я обычно, когда мы заговариваем о любви, нам надо дать определение, что вкладывают. Потому что многие люди говорят, любовь это привязанность, какая-то ответственность или просто страсть какая-то. Ну и тому подобное. Я ее хочу, значит, я ее люблю. Он со мной спит, значит, он меня любит. Но это же не одно и то же. Поэтому этот формат, он абсолютно рабочий. И очень многие так поступают, обжиг, ну если они обожглись, на каких-то других форматах. Когда приходит ко мне человек и говорит, я хочу вот так, я хочу фикус, я хочу фикус, я хочу заботиться о детях, я хочу смотреть, как они растут, я хочу быть мамой, я хочу быть замужем за героем, который меня спасет, который прибежит, который об колено разобьет козла, который меня обидит и тому подобное. Я хочу сидеть рядышком, я хочу, чтобы мне подавали руку, когда я вылажу из автомобиля. Я хочу, чтобы меня пропускали. А в равных отношениях нельзя руку подавать? Она хочет так, она хочет так, чтобы это вот так происходило и тому подобное. Нет, а я-то тоже хочу и мне тоже подают руку. В этом нет противоречия с тем, что у каждого своя работа и свой заработок. А может это неравные отношения? Что-что? Может это неравные отношения? Я иногда шучу, так говорю, если это равные отношения, то второго ребенка должен будет родить он, чтобы это были равные отношения. Тут как-то все не хотят этого истории. Слушайте, равные отношения разных полов. Понимаете, это же при этом может быть равенство, при том, что гендер разный. Кто-то рожает, кто-то не рожает. Но отношения равные. В равных отношениях могут быть нездоровые отношения? Могут быть. И в неравных могут быть нездоровые. Вот об этом и речь. То есть отношения независимо от технологий могут быть отстойными, ужасными, несчастливыми, независимо от того, матриарха, патриарха или это равные отношения. Но вы-то пропагандируете определенные... Я специалист узкий. И мне кажется, в этом обман есть. Потому что условно то, что вы говорите, подать руку. Может, это просто не соответствует вашему видению мира. Нет, подождите, ну вы же говорите, вот если ты хочешь расти детей, быть счастливой, чтобы тебе руку подавали и сидеть рядом. Женщине обязательно реализовываться в социуме, как вы считаете? Нет. А если она не хочет реализовываться в социуме? Не хочет, не надо. Это ее выбор. Она, значит, должна в каких быть отношениях? В каких ее устраивает быть? А какие у нее попадают? Какие варианты? Ну вот, мы обсудили уже три варианта этих отношений. То есть, чтобы самой о себе не заботиться, должен заботиться кто-то другой. Я признаю, что есть разные форматы. Я же говорю о другом. О том, что вы этому формату присваиваете вещи, которые условно могут... Ну, то есть вы говорите, вот здесь... Все-таки у меня возникло желание донести какое-то мысль никогда в жизни. Значит, вот вы говорите, и тут у вас будут свести райские кущи. А я говорю, так они и тут могут свести. Там, подать руку женщине можно и в равных отношениях. Подарить ей красивый подарок, ухаживать за ней можно и в равных отношениях. Да, у вас у каждого будет свой бюджет, свой заработок. Но мы же делаем какие-то дорогие подарки друзьям или любимым людям, даже если они могут сами это позволить. Это просто другая... То есть там можно иметь ровно все то же самое, плюс независимость финансовую, плюс ощущение того, что ты личность. И больший, надо сказать, то, что вы не гадите своим женщинам. Больший, как правило, интерес мужчин. Почему я считаю, что вредоносная модель? Потому что приходит к вам женщина и говорит, хочу быть счастливой, хочу иметь детей и мужа. Вы же не беспокоитесь, что ли, об этих женщинах? В том числе. И вы, на мой взгляд, могли бы им сказать, хочешь, забудь вначале о мужиках, забудь об этом. Иди работай, получай образование, начни читать книжки, стань интересной. И тогда все мужики будут ходить вокруг тебя водить караводы, потому что ты станешь альфа-самкой, которую все хотят. Я хороший преподаватель кулинарии, очень хороший. Я классно готовлю, но я вегетарианец, я вегетарианский повар. И когда я рассказываю о том, как готовить крутые вегетарианские блюда, я должен, вынужден быть каким? Очень избирательным. И если ко мне кто-то придет и скажет, кстати, подожди, а есть же еще бестроновые, есть котлеты по-киевски, очень вкусные шашлыки и тому подобное. Я говорю, я рассказываю о том, как я делаю. Ты пришел на лекцию человека, который готовит вегетарианские блюда. Я не буду вам рассказывать про китайскую кухню, она наверняка очень хорошая. Я не буду рассказывать еще какую-то. И представляете, кто-то приходит и говорит, Садя, ну это же ненормально. Что ты рассказываешь только вот про фруктовый салат? Неправильное сравнение. Ведь есть же еще и другие варианты. То есть я рассказываю, давайте тогда, чтобы всем было хорошо. Я рассказываю, как в рамках патриархата, люди, которые нуждаются в патриархате, где мужчина это мужчина, женщина это женщина. Вы говорите, что это ха-ра-шо. А это хорошо? Это не хорошо. Это отлично. И в том числе, если говорить о кухне, есть, например, специфические кухни, которые вредны. Какой смысл в этом? Потому что вы говорите о том, что патриархат это полезно. Но вы ничем от меня не отличаетесь. А вы говорите, что равные отношения это полезно. Я не семейный психолог, кстати. Я семейный психолог. Так. Вы это пропагандируете. Я послушал тысячи, провел тысячи лекций и сделал тысячи консультаций. И приходят люди и об этом рассказывают. За вами пошли миллионы. И что вы говорите этим миллионам? В том числе, на мой взгляд, вещи крайне... Я считаю... А с моей точки зрения, те вещи, которые я говорю, являются крайне полезными. А я считаю, что они крайне иногда бывают оскорбительными. Например... Может быть. Никогда с женой не ругайтесь. Никогда не сражайтесь с бабами, дорогие мужчины. Бесполезно. Бесполезно. Потому что если ты ее победишь, то все скажут, ты ему дела, ты бабу победила. Вот ты ч***ла. Ты же больше никого победил, а ты бабу победил. Это ты заборол муху. Это ты заборол муху. Муху прямо? Да, прямо муху. Вы серьезно так считаете? Да. Откуда эта лекция? Вы знаете? Ну как, ну как. Это у вас с ради. Ну да. Это мужской клуб какой-нибудь. Приходят мужчины, собираются крутые перцы. Приехали, блин, на круизеров. И рассказывают мне, как мне моей бабе рассказать вот это, что это самое, почему она о том-то. Я говорю, ты сражаешься с женщиной? Ты на ней, когда женился, ты собирался с ней сражаться? Ты хотел победить ее? Вы понимаете, что это оскорбительно звучит? Что вы сравниваете женщину с мухой? Ну как, ты заборол муху? Это ваши слова. Ну я ничего не передергиваю. Ну сайте. Победить женщину не очень сложно. Это не так. Потому что женщина физически слабее. Нет, вы говорите сейчас не про физически, это другое. Вы говорите про ссоры с женой с точки зрения разговора. Срабатывай себя крутым перцем с большими яйцами. Иди сражайся с крутыми перцами с большими яйцами. Иди в спортзал, что-то доказывай. Иди заработай, тварь, каких-то денег. Чего-то достигнешь. Нет, нет. Вы тут не убежите от меня. А ты, когда ни хера ты не можешь сделать, ты берешь и сражаешься со своей женщиной. Вы говорите про не ругайся. Вы не говорите про физическое. С точки зрения других мужчин, победа, твоя победа над твоей женой ничего не значит. Потому что женщина слабее. Она зависимая. Она, блин, родила тебе ребенка. У нее сейчас токсикоз какой-то. А ты ее побеждаешь и гнобишь. Правильно ли я понимаю, что из этой фразы следует, что, например, если я иду с мужчиной на какие-то научные дебаты или на какую-то конференцию, где мы высказываем две позиции, или вот мы сидим с вами на интервью, то забороть женщину – это то же самое, что забороть муху. Не надо этого делать. Для мужика, который сражается со своей женщиной, со своей женой, которую он должен любить и защищать, а он с ней сражается, как мудак, эффект такой же, как он победил муху. Приблизительно так. Вы понимаете, что это оскорбительно звучит? Я не это имел в виду. Вы провели параллель. Женщина – муха. Если я выйду и скажу… Это вы провели параллель. Секунду. Это ваши слова. Но мы покажем это видео. Хорошо. Покажите это видео. Но еще раз. Женщина – это не муха. То есть не было. Я пришел, залез и сказал, все бабы – мухи. Вы сказали, если ты поборол женщину, это то же самое, что ты заборол муху. Пожалуйста, услышьте меня. Если вы хотите услышать, услышьте. Сейчас же сидит здесь тот человек, который что-то имел в виду. Это же я имел в виду. Мы же сейчас не обсуждаем мнение этого человека или этого. Что я по этому поводу думаю. Я вот прямо здесь носитель этой идеи. Я могу вам ее объяснить. Если задача меня поставить просто в тупик, ну какой в этом смысл? Но я могу объяснить, что я имел в виду. А не просто тыкать мне, что… Вы же уже объяснили, что имеется в виду, что мужчина не должен ругаться со своим… Для мужчины, для мужчины, для настоящего мужчины ругаться со своей женщиной, побеждать свою женщину – это признак ущербности. Я так считаю. Всякий раз, когда мужчина побеждает в спорах или еще где-то свою жену, он на самом деле унижается. Он проигрывает. Он недостойный человек. То есть спорить с женой нельзя? Спорить? Я женился не для того, чтобы с женой спорить. Когда я за ней ухаживал, я хотел сделать ее счастливой. Хорошо. А со мной спорить можно? Носить на руках и тому подобное. Ну, Ксения, вы не моя жена. Так, можно. И как бы, ну, вы такой формат построили, если я могу не спорить. Нет, это я вам вопрос задаю. С чужой женщиной спорить можно? С чужой женщиной? Да. Если формат, ну, дискуссий, как вы говорите, рабочие какие-то моменты, никакой разницы вообще, никакой нет. От пола не зависят эти истории. То есть ты можешь гордиться, что, например, на дебатах ты победил женщину. Этим гордиться можешь. Ну, на каких дебатах? Если люди пришли одинаково, это самое. На политических, на телевизионных. Я понял, простите. Например, все-таки, ну, кандидат в президенты. Если вы кандидат в президенты, женщина, на дебатах с кандидатом в президенты мужчина, вы находитесь в абсолютно равных условиях. То есть спорят не мужчина и женщина, а два представителя. Если на этих дебатах мужчина скажет, ты не можешь быть президентом, потому что ты тупая овца, условно говоря, или тому подобное. Или женщинам скажут, ты не можешь быть президентом, потому что ты, ну, тупорлый мужик тестостероновый, у тебя яйца, а не мозги. Это одинаково оскорбительно. Кто кого, мужчина или женщина, унижает по половому признаку, разницы никакой нет. У нас женщины в нашем мире унижают мужчин, и манипулируют мужчинами, и давят мужчин, и гнобят мужчин, ну, я думаю, не меньше, чем мужчины делают это женщинами. То есть невоспитанные два пола, они вот таким образом живут. Вам не кажется, что они так живут, вот эти невоспитанные два пола, именно когда они существуют в рамках заданной патриархальной модели. Потому что если бы стараниями таких психологов, как вы, семейных, да, это ваша все-таки работа, внедрялась бы иная модель, что не важен пол. Когда ты ругаешься, пол не важен. Он важен, когда речь идет о физике, да, потому что мужчина сильнее, чем женщина физически. Да, и здесь невозможно никакое равенство. Но если мы говорим просто о разговоре... Ну, это же надо учитывать это. Да, но когда мы говорим просто о разговоре, почему ты не можешь со своей женой поспорить цивилизованно, чья позиция важнее и лучше для семьи? Хорошо. Так. Что я должен еще сказать? Ну что, разве я не провазит? Нет. То есть сейчас позиция не спорь с женщиной. Вот так она выглядит. Ну, вы передернули, и у меня нет времени и сил доказывать вам обратно. Синя, такая история. Вы вырвали из контекста какую-то историю. Потому что это звучит, честно, пиздецово. Ну что я могу сделать? Женщина как муха. Не спорь, ты муху заборол. Вы понимаете, что это вот как есть... Синя, смотрите. Это жена ненавистническая, конкретная. Я тоже как бы не пальцем сделанная колбаса. Если я сейчас залезу в интернет и возьму ваше интервью, вы очень публичный человек, и нарежу кусочков из ваших маленьких кусочков, это может быть, ну, досье в сумасшедший дом. Приблизительно так. Это точно, да. Потому что вот она сказала так, а если я еще дам комментарий, если я еще передерну, если я... Ну так становитесь интервьюером. Ну, мне не надо, у меня времени нету. Ну, и тем более все хорошие места заняты вами и дудем приблизительно так. Но речь не об этом. Но у нас все равно немножко некорректно. То есть я... Ну, почему? Ну, скажите, что ляпнули лишнего, как с Киевом, со Львовом. Зачем вы меня? Ну, даете мне варианты ответов. Я тут же не ЕГЭ сдаю, по большому счету. Нет. Вы у меня спросили, я так считаю. Я же имею право считать. Вы же за либеральные ценности, что люди имеют право на свое мнение. Так разрешите мне иметь право. Я разрешаю. Спасибо. Тогда не надо меня убеждать. Нет, смотрите, вы все имя передергиваете, на самом деле вы. Я же не против того, что у вас есть такая идеология. Мне интересно в ней разобраться и понять, почему, ну, как сказать, мне кажется довольно вредным ее... Я услышал вашу версию. ...манифестировать в нашей особенно стране, которая и так очень патриархальна. Нет? Вы не согласны с этим? Что у нас довольно патриархальная страна в целом? У меня есть другие тоже версии. У нас не патриархальная, у нас через задницу все. То есть то, о чем я говорю, о том, что мужчина — это лидер в семье, мужчина — тот, который берет ответственность, мужчина — это тот, который защищает свою семью, мужчина, который жертвует собой ради своей семьи и тому подобное. Мужчина, который дает возможность своей семье быть независимым. То есть это есть любовь — защищать своих близких от каких-то там историй. Допустим, у нас же это не только женщина. У нас, допустим, есть мама, есть там престарелый отец, с которым мы также не будем равны, потому что ему там 93 года. Я стараюсь его защитить. Я объясняю мужику, что если ты, блин, мужик, тебя вырастили, возьми ответственность за своих стариков, возьми ответственность за своих детей, я не бросаю их никуда, ты, блин, сука, женился, возьми ответственность за эту женщину. А у нас что, живут с кем попало, как попало, блин, все дети, блин, брошенные. Вот о чем речь, трахаются направо и налево, жениться никто не хочет, все в сожительстве, в гражданском браке и тому подобное, потому что все слишком умные стали, все хотят поиметь и ничего за это не платить. И когда я собираю мужиков и говорю, вот такие, как я, считают вот так. Если ты хочешь быть крутым перцем, ты должен взять ответственность, поднять свою жопу, блин, и двигаться. Если ты не можешь двигаться, не можешь быть настоящим мужичком, вот сиди там у себя в заднице и как бы своей тете, которая тебя приютила, носи тапочки, вот и все. Но может просто нужно, чтобы для начала люди за себя взяли ответственность? А вот я об этом и говорю, я собираю мужиков на мужской клуб и говорю, мужчины. Ну только мужиков-то, почему и женщин не собирают? А женщин я собираю на женский клуб. Да, и там им говорите, что вот мужик – это главное в семье, он должен быть таким, а если он не такой, то ты плохая женщина. Я не так говорю, мы просто не очень много слушаемых лекций. Довольно. Я уверен, что если вы послушаете все мои лекции… Как понять, это один из важных тезисов, как понять, что, значит, если у тебя рядом плохой мужик, что это значит? Это значит, что ты недостаточно хороша, потому что рядом с классной женщиной… Нет, это значит, что ты не умеешь пользоваться. Да, пол здесь не важен, вы понимаете? В ощущении обеспечить семью, помогать старикам, работать. Знаете, пол все равно важен. Почему? Ну когда мы идем в сортир, мы же и ходим в разные сортиры. Потому что у нас разная физиология. Я же об этом и говорю. Какое отношение физиологии имеет к социальным достижениям и к ответственности? Колоссальное. Женщины вынуждены стать очень ответственны, потому что никто эту ответственность за нее не взял. Счастливая женщина – это безответственная женщина, ответственность за которую взял достойный человек. Ну она же не овца, чтобы быть безответственной, она не животная. Это я так не говорил. Про овцу это вы сказали. Да, потому что я не считаю. А счастливая женщина, у вас есть ребенок? Да, я несу за него ответственность. А что, овец что ли он? Баранчик маленький? Он ребенок. А вы взяли за него ответственность? Ну я беру ответственность за него. То есть вы допускаете, что в определенной ситуации брать ответственность? До совершеннолетней. Нет, давайте так, в конкретной ситуации я считаю, что до совершеннолетия и после определенного очень взрослого возраста родителей люди совершеннолетние должны брать за них ответственность. Дочь 28 лет, ее отец 52 лет. Он должен брать ответственность за свою дочь? Смотря в чем. То есть вы допускаете, что кто-то берет ответственность? Не кто-то, а за своих детей. Да, конечно, ты всю жизнь в каком-то смысле несешь ответственность. Пока нормально. Почему я, как большой, крепкий мужик, не могу взять ответственность за женщину, которая хочет это? Потому что женщина самостоятельная. Еще раз. Человек, который в состоянии сам взять. Ту женщину, которая этого хочет. Вопрос-то не в этом. Вопрос мой был в том, вы от него уходите сознательно, на мой взгляд. Мне кажется, нет. Почему не собирать, не в мужском клубе это говорить, а и женщинам так же не говорить. Возьми, не надейся на мужчину, на Кришну, на еще кого-то. Надейся на себя, возьми ответственность на себя, будь независима, бери ответственность за своих детей, работай, за свои поступки бери ответственность. И ты найдешь прекрасного мужчину такого же. И вообще не факт. И вам будет классно. Вообще не факт. Почему не факт? Ну, потому что огромное количество несчастных семей в равных. Так же самое. В равных браках. В любой модели ты можешь быть и счастлив, и несчастлив. Мы об этом уже говорим. Да, поэтому нужно делать правильно. Почему тогда женщин не учить независимости в любом случае? Понимаете о чем? Мне есть что ответить. Давайте. Это потому, что я считаю, что независимости в этом мире не бывает. Независимых людей абсолютно, а независимость должна быть абсолютно, ее не бывает. Мы всегда от кого-то зависим. Абсолютно не бывает, мы всегда, конечно, от кого-то зависим, но стремиться к этому нужно. Нужно стремиться быть независимыми от недостойных людей. Худшее, что может быть в мире, это зависеть от ублюдков. Поэтому нужно учиться. Поэтому нужно стать максимально независимой, насколько это позволяет жить. Конечно. И не общаться с ублюдками. А если ты хочешь быть зависимой, выбери человека, от которого ты абсолютно независима. Независима, хочешь абсолютно зависеть. Зачем все возводить в абсолют? Почему просто не сказать, что ты должна и ты должен быть максимально независимой? Я абсолютно не против вашей версии. И вы можете об этом рассказывать на страницах своего канала. Вы сами не чувствуете, что то, о чем мы говорим, это... Нет, не чувствую. Я считаю себя абсолютно правым. То, что я делаю, абсолютно верно. То, что я говорю, абсолютно... Опять абсолютно. Абсолютно. Вы хотите убедить меня в том, что я на неверном пути? Если я узнаю, что я на неверном пути, я сообщу всем. Я был на неверном пути. А кто вам может об этом сказать? Я должен сам это буду увидеть. Ну уж точно. Вряд ли Ксения Собчак мне скажет об этом. Кто вам должен сказать о том, что вы на неправильном пути? Я увижу. А как вы узнаете, что вы делаете что-то неправильное? То есть вам всегда кажется, что кто-то ошибается. Нет, ну почему какие-то людей, с которыми я прислушаюсь? Ну, в том-то и дело. Какие-то авторитеты же могут быть. Смотрите, есть в моей жизни люди, к которым я прислушаюсь. У меня, во всяком случае, есть духовный учитель, у меня есть наставники, у меня есть старший. С кем? Старший, кого я выбрал. Более мудрым человеком. Смотрите, вот у патриархата же тоже, условно, я даже понимаю, почему все религии мира построены по этому патриархальному принципу. Потому что время было другое, и, ну, так сказать, физическая сила имела очень большое значение. Поэтому мужчина завоевывает. Сейчас физическая сила имеет такое же самое значение. Вообще никакой. Ну, это вам кажется. Я не помню, чья это фраза. Если завтра мы все попадем на необитаемый остров, вот прямо вот все соберем, то человек 200 вокруг, и запросим на необитаемый остров. Это если, но мы сейчас на необитаемые. Если, да, то сразу выяснится, что нужно. Да, но была, я не помню, кто-то, кто изобрел оружие, была прекрасная фраза, что Вальтер всех уравнял. Поэтому на сегодняшний, кольт, да, вот. Поэтому на сегодняшний момент сила, физическое значение иметь перестало. И даже вот то, что вы говорите, альфа-самец определяется уже другими вещами. И в этом смысле, там, Абрамович больше альфа-самец, чем самый большой качок в спортсале. Это в мире, в котором вы живете? В котором мы живем. Да нет, я чувствую, что я в другом мире живу. Посмотрите, мы в одном городе живем, не на обитаемом острове. Я не живу в Москве. Хорошо. В любом городе, где вы живете, человек, способный своим разумом создать что-то большое, заработать большой капитал, получить большую власть, всегда будет большим альфа-самцом, чем просто человек, который, там, накачал себе мышцы и знает приемы тэквондо. Это же факт. Ну, это если они в подъезде не встретятся. В подъезде у Абрамовича будет охрана. Поэтому нет. Ну, не всем помогло. Мы живем, ну, давайте, это бессмысленно отрицать. Не всем помогло. Хорошо. Ну, бессмысленно же это отрицать. Абсолютно, абсолютно. Я не знаю, зачем мы об этом беседуем. Я просто... Что это модель. Мы как начали с питания. Смотрите, я очень веду свою линию. Синя, пожалуйста, не убеждайте меня. Ну, это бесполезная задача. То есть мы потратили огромное количество времени. То есть это не устаревшая модель, видимо? Я считаю, что нет. Она не устаревшая. И люди к этому тянутся. И люди хотят выстроить именно эту модель. Есть женщины, которые на 8 марта хотят получить цветы, а не купить их. Я напомню, что... Мои лекции для тех, кто хочет на 8 марта получать цветы, а не покупать. Я напомню, что мы сразу договорились, что даже когда вы шутите, вы наполовину серьезны. Да. Господь, когда создал женщину, хотел повеселить вторую половину человечества. Господь, когда создавал женщину, он хотел повеселить вторую половину человечества. Говорит, я вам такое, блин, создам. Из ребра. Да, да, да. Вы приколитесь вообще. Понять их вообще невозможно. Я их специально сделал, чтобы их нельзя было понять. Они сами себя понять не могут. И вообще их никто понять не может. Вы понимаете, что если заменить вместо женщину еврей, азербайджанец, то это будет условно в одном случае антисемитизмом, в другом случае нелюбовь к кавказцам. Что значит повеселить вторую половину человечества? Но это оскорбительно звучит. Но я же другое говорил. Ну как, вы имели в виду, что женщину понять нельзя, она сама себя понять не может? Да. Ну как, ну я себя вполне понимаю. А вас понимают? Ну понимают близкие люди. Да, конечно, конечно. Как логика прослеживается. Ну хорошо, пусть так. А вы считаете, что... Нет, конечно. Кто вообще может понять женщину? Может, просто по себе судить? Да, конечно, а вы-то по себе. Заметьте. Мы с вами абсолютно одинаковые. Каждый судит по себе. Опять же, но я-то не читаю лекции на эту тему. Вы тоже массу всего делаете. На те темы, подождите, которыми я занимаюсь профессионально. Под пятерочки прямо. Вы тоже у нас несете какую-то мысль в массы в данный момент. Ну не семейную психологию. И чего? Того, что я еду, делаю репортаж. Вот я посмотрела, как там живут люди в каком-то городе, где у них проблемы. Мнение свое же не ставили? Я его мнение составила, его показываю. Может ли выйти репортаж с противоположным мнением? Да, конечно. Мне 49 лет. Я не изменю свое мнение. Я не хочу, чтобы вы его меняли, но меня вы никак не измените. Подождите, еще раз, смотрите. Вы же умный человек. Да, поэтому не переубеждайте меня в другом. Если я говорю, что Россия сильна вооружением, а вы говорите, Россия очень плохо вооружена. Вот у нас две позиции, правильно? Дальше люди садятся и это, мне кажется, дико интересно, спорят об этом. Я говорю, смотрите, Россия сильна вооружением, потому что у нас мы изобрели такие-то боеголовки, у нас ядерное оружие, у нас то-то, 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 у нас столько-то, значит, военных баз, и это больше всего в мире. Я сейчас, например, вы говорите, а я, Ксения, не согласен, у нас такое-то вооружение устарело, у нас калашников в то время, когда, значит, в Америке уже то-то, у нас то-то. Поэтому у нас вооружение плохое. Давайте я вас научу, как брать интервью. Факты, вы можете какие-то мне привести ваших мнений? Давайте я вас научу делать интервью. Смотрите, вы берете мою цитату и говорите, Сатя, смотри, я вот прочитала это, меня расстроило, ты можешь объяснить? Я пытаюсь вам объяснять. Вам это нравится или не нравится, вы услышали мое мнение, но вы мне доказываете. Я один раз объяснил, второй раз объяснил, но это бесполезно. Я вижу, что я вам ничего доказать не могу. Хорошо, я попробую сделать так, как приятнее вам в вашем патриархальном мире. Сатя, объясните мне, пожалуйста, вот вы говорите, у женщины… У женщины, что тут кривляться, разум слабее, но он никогда не отключается. Но он никогда не отключается. Заметьте. А вы сосредоточились именно на том, что он слабее, но он никогда не отключается. Заметили? Но вы действительно считаете, что у женщины слабее разум? Да, у женщины слабее разум, потому что у женщины полушария мозга работают не так, как у мужчины. У мужчины работают либо правое, либо левое. Кто-то с этим спорит, но я в этом абсолютно уверен, каждый день убеждаюсь. Поэтому, когда мужчина сосредотачивается на каких-то эмоциях, он туда погружается и разум у него вообще отрывает. Простите, это научный факт по поводу того, что работает либо правое, либо левое? Да, научный факт в моем мире. Насколько я знаю, то, что вы говорите, это ненаучно. Хорошо, это ненаучно, но я этим апеллирую как наукой. Потому что в тех книгах, которые вы прочитали, это ненаучно, а в тех книгах, которые прочитал я, это научно. Это будем за кадром тогда разбираться. Но просто есть исследование уже мозга, МРТ, работы мозга. Женя, позвольте мне свою мысль вам рассказать. Помните, вы хотели ее услышать? Да. Поэтому, когда мужчина включает разум, я вот, например, если включаю разум, мне вообще не до эмоций. А когда я включаю эмоции, у меня вообще отключается разум. И очень хорошо, когда есть рядом человек, у которого ни эмоции, ни разум не отключаются никогда. Да. И этот человек, эта женщина, она параллельно может и эмоции испытывать, и при этом никогда не теряет разум. В большинстве своем. В большинстве своем. При этом, так как работают у нее оба полушария, она не может полностью сосредоточиться на чем-то. Именно поэтому вдруг выяснилось, что гений на планете в большинстве своем, это почему-то мужчины. Почему-то. Потому что они могут сосредоточиться на какой-то херне и на все остальное забить. А вы не думаете, что потому что мужчины получили доступ к образованию на много веков раньше женщин? Нет. Я думаю так, как я бы сказал. Ну, на данный момент это так. Не поэтому вы считаете? Нет. Я так считаю. Поэтому женщина имеет уникальную способность, уникальную способность накидывать мужчине разум, когда у него его нету просто-напросто. Потому что у него он есть всегда. А когда мужчина в разуме находится и становится просто чурбаном, она ему всегда может подкинуть эмоции, потому что у него есть. Это есть такая вот симбиоза мужчины и женщины. Но при этом разум у женщины слабее сам по себе. Да он одинаковый. Это, ну вы же эту фразу, вы же к чему-то говорите. Что тут кривляться? Женщина. Но он никогда не отключается. Два паралушария, они отвечают за эмоции и разум, но между ними Господь уронил моток проволоки и оно закоротило. Гениально закоротило. Так. Там было такое слово, видимо оно куда-то пропало. Нет, здесь уронил моток проволоки, оно закоротило. Женщина с эмоцией на разум переключается значительно лучше. Это ее серьезнейшее эволюционное преимущество над мужчиной. Мужчина в этом вопросе достаточно... Но сосредоточиться на чем-то одном, женщине тяжелее. Сложнее значительно, потому что всегда есть какие-то эмоции. Я, например, могу сосредоточиться и забыть про все на свете, про важное, про детей, про жену, про все. А мне почему-то кажется, вы так не сможете. Вы всегда будете немножко, и это будет немножко отвлекать. Потому что вы родили этих детей, потому что вы вложили в них, а не я, по большому счету. Правильно ли я понимаю, что недавно ушла со своего поста Ангела Меркель, одна из выдающихся канцлеров Германии. Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что вот ей сложнее было сосредоточиться, чем мужчине? Всегда есть исключение из правил. Я вообще считаю, что Ангела Меркель это вообще не человек, не то что не женщина. Это просто инопланетянин уникальнейший. Вот и все. То есть если женщина чего-то добивается, то она просто вообще не человека. Инопланетянин, и это всегда исключение. Кстати, ну у вас, блядь, очень странные комплименты, поэтому понимаете. Ну у вас тоже странные. Ну я же терплю, вы потерпите. Опустил, но превознес. Но это как бы так не работает. Что значит она исключение? Вам не кажется, что просто, опять же, возвращаясь к земледельческой культуре, к питанию, к патриархату, который вырос из того, что мужчина ходил из хижины кого-то убивать, и женщине реально приходилось сидеть там, значит, с детьми, потому что не было ни нянек, ни детских садиков и так далее. Что то же самое и здесь, что просто женщины веками не получали образования. Да что вы так рефлексуете? У вас же все хорошо. Это же так. Вы у нас независимая женщина, у вас все отлично. Вы находитесь в нормальной ситуации. Вы много добились. Что вы ко мне пристали? Потому что возмущает. Да ну возмущаетесь. Вы говорите, что я исключение. А я знаю тысячи женщин таких. Я про Меркель говорил, не про вас. Хорошо. Но женщин, которые работают, сами зарабатывают, кормят семью, находятся в равных отношениях. Я знаю сотни, миллионы таких же. Ну, миллионы не знаю, потому что я не знаю миллионы людей. Но тысячи женщин знают. Да и сотни тоже как бы так от души преувеличили. Понимаете? Их много, очень. Просто, может быть, вы с ними не сталкиваетесь. Может быть, у вас мир друг. И вы, возможно, с кем-то не сталкиваетесь. С кем? Ну, я ж не знаю. Вот с вами я столкнулась. Ну, вы, ну, вот мы столкнулись. И что вы узнали нового? Очень много нового по поводу вашей психологии внутренней. Ничего вы не узнали. Вы пришли с этой мыслью, мы уйдем с этой же мыслью. Ну, какая? У меня складывается впечатление, что вы хотели меня переубедить на глазах у людей. Какой в этом смысл? Ну, вы ради чего работаете? Вот ваша миссия какая? Мне нужны деньги и хочу прославиться. И все? Не верю. Я уверена, что у вас есть миссия. Вот видите? У вас есть духовный учитель. И что, как это связано с миссией? Я думаю, что человек, который искал в какой-то религиозной традиции, неважно в какой, значит, задает тебе много вопросов про смерть, про жизнь, про то, зачем я здесь. И такой человек не может жить. Простите, что я вас немножко троллю. Ну, так уж вышло. Вы опять выяснилось, что вы все про меня знаете. Какой смысл спрашивать у меня, если вы про меня все знаете? Вы спросили, я ответил. Я же имею право ответить. Да, мне нужна слава и деньги. Почему вы не допускаете, что я вот такой меркантильный черт? Да, я хорошо делаю свою работу, и мне за это платят какие-то деньги. Меньше, чем вам. Согласен, согласен, согласен. Я тут недавно посчитал. Вы значительно больше зарабатываете, чем я. В восемь раз приблизительно. Но, но, я все равно зарабатываю неплохо. Я вот такой. Но, тем не менее, вам кажется, что вы про меня все знаете. Если у меня есть учитель, то зачем вы мне навязываете свое видение? Не так. Нет, это вообще не так. У вас нет духовных вопросов? У меня масса духовных вопросов, но вы о них не знаете. Так я хочу о них узнать. Да нет, ну вы не хотите. Конечно, да, мы с этого начали разговоры. Когда задает вопрос, слушают ответ. Но вам же не нужен мой ответ. Подождите, я слушаю ваш ответ, но вы просто, как сказать, вы почему-то не хотите спорить на темы, которые для вас важны. А я не хочу спорить. Видимо, потому что с женщинами спорить нельзя. Нет, потому что вы меня не слушаете. Слушаю, конечно. Нет, но факт остается фактом. Ну как нет? Вы вот мне говорите про, не знаю, вашу теорию какую-то. Про то, как мозг функционирует. Левое и правое полушария. Но у вас же есть свое мнение об этом? У меня нету. У меня есть мнение Бехтеревы. Тогда услышите. У меня есть мнение того, как об этом пишут книги, связанные с работой мозга. Это уже факты установленные. Мое мнение не совпало с вашим? Да нет, неправда. Ваше мнение не совпало с фактом. Вы хотите услышать мое мнение? Услышьте его. Так не пойдет. Так не получится. Я понимаю, вы самодостаточная женщина. Вы уже все знаете. Я искренне это говорю. Не все знаю. Может быть, я тоже в чем-то несчастливая. Поиски постоянно. Потому что слушают ушами, а говорят ртом. Так. И когда ты говоришь, ты не слышишь. Я же вам задаю вопросы, а вы почему-то как-то закрываетесь, когда не происходит. Нет. Вы закрываетесь, когда я задаю вопрос не так, как вам нравится. Это разные вещи. Гений передергивает. Ну так же и есть. У меня же нет шанса. Да, по-другому. Вы, как я понимаю, у вас один брак крепкий. Правильно? Очень не знаю, что ответить. Может, там есть какой-то подвох. Вы скажете, как я. Ну, я скажу, что у меня один брак, а вы скажете, какой-то нерешительный человек и не смог несколько раз построить. Почему? Я считаю, что стабильность человека как раз в том, чтобы у него меньше было. То есть нормально, да, что у меня один брак? Я не знаю. Это вам решать нормально. Хорошо. Да, у меня один брак. Ваша жена, она не публичный человек. Да. Она не публичный. Почему вы вообще ее... Вы же рассказываете о семейной психологии. И ваш пример правильной патриархальной семьи... Она должна быть публичной? Да вообще никто никому ничего не должен. Я у вас спрашиваю. Это ее мнение, ее желание. Она хочет так. То есть она не хочет? Конечно. А вы пытались, то есть вы хотели это? Заметьте, вам кажется, если патриархат, я ее должен в клетке возить по городу и всем показывать. Нет. Я не знаю. Она свободный человек в свободной стране. Ну, я же уже пришел от того, что... Да вы просто жутрируетесь. Конечно. Ну, а что, тут иначе не получится у вас тут усидеть. Поэтому такая вот ситуация. Да, это ее желание. Ее желание. И как она хочет, я так для нее и делаю. Если она хочет быть в тени, в тени, не в моей тени, а вообще в тени, она любит одиночество. Она любит спокойствие. Она любит фикусы. Она любит ходить по своему большому красивому дому, чтобы ей никто не выносил мозги. Она не хочет, чтобы ее узнавали в аэропортах и так далее, и так далее. То есть это ее выбор. Она счастливый человек в свободной стране. Вот она этим как бы занимается. И я иду ей, конечно же, навстречу. Мне, конечно, бы хотелось бы всему миру ее показывать, сказать, вот смотрите, какая у меня красивая, умная жена. Но она так не хочет. Поэтому в патриархальном обществе, вот в этом, в котором я тиран и это самое, я вот вынужден идти на поводу у этой маленькой хрупкой женщины, которая мне прицепила 28 лет назад веревочку в кольцо и водит по жизни. А я здоровый бык, за ней тихонечко хожу. И она наслаждается. Ей не надо ни с кем сражаться. Ей достаточно сказать фас. И все, это так удобно в ее жизни. А кто-то сам сражается. Ей не нужно бежать и что-то доказывать. Она замужем. Для этого есть специально обученные люди, которые она сама там с 15 лет обучает меня эти вещи делать. В нашей жизни так. Ей хочется вот такой жизни. Я эту жизнь ей с большим удовольствием даю. Поэтому по-другому в моей семье не получается. Если люди хотят по-другому, они делают по-другому. Но когда человек приходит ко мне и говорит, я хочу узнать у тебя, как вести семейную жизнь. Я ему рассказываю, как вести семейную жизнь. Вот так, как я это делаю. И обвинить меня в том, что я рассказываю так, как я сам понимаю, ну это невозможно и неправильно. Потому что человек должен говорить о том, что он сам делает. Если ты учишь людей жарить картошку, ты уметь, должен жарить картошку. Если ты учишь строить дома, ты должен уметь строить дома. Если ты учишь семейный, как строить семейную жизнь, у тебя не должно быть 4 разных или 5 разных браков от разных детей, а ты живешь еще с каким-то, ну, консьержем, условно говоря. То есть я рассказываю о том, что, как бы, я знаю. И люди приходят и, как бы, слушают. Они же, ну, их же не на веревки туда приводят. Они могут залезть в интернет, открыть, чтобы заплатить те великие деньги, о которых вы говорили мне. Они обязательно это послушают. Ну, это же не всегда так. Вот доктор Спок, он никого не воспитал, а книжку детскую написал бестселлер на весь мир. Я ее не читаю. Потому что отстойная книга. То есть нужен личный опыт всегда. Зачем мне читать книгу человека по воспитанию детей, которого дети слили куда-то, по большому счету? Последняя ваша цитата, после чего я вас перестаю мучить. Конечно же, не могу с вами не поговорить про секс. С таким роскошным альфа-самцом. В принципе, странно, что мы всю программу об этом не разговаривали. Я тоже возмущен. Да. Я когда-то проводил кулинарные курсы, мы об этом говорили. Там собирались знакомые женщины, они беседовали, и я знала о них все. Они не скрывали. И в какой-то момент выяснилось, что из 20 женщин ни у кого нет привязанности к сексу. Женщине секс не так уж и нужен. Не так нужен, как мужчине. Потому что для мужчины в большинстве своем это на 90% физиология и на 10% эмоции, а у женщины на 90% эмоции и плюс 10% физиология. Приблизительно так. Именно поэтому такое понятие, как 100% эргостичность… Я сейчас нету времени вам сейчас дать ссылки. Но 100% эмоции, что вы наверняка слышали о таком термине, это тот возраст, когда женщина научилась получать оргазм в 100% своих половых актов. У мужчины такой истории нету. Потому что у мужчины всегда 100% эмоции. Он хочет, он прав. Ну так это просто же разница физиологии и более сложность женского оргазма, чем мужского. Ну конечно. И когда женщины попадают в отношения, где это не учитывается, где мужчина не учитывает, что женщина может хотеть по-другому, что она готовится к сексу по-другому, что по-другому все это происходит, и он просто ее использует, как у нас принято, для своих сексуальных забавок. Такие женщины очень быстро приходят к тому, что сексом становится не очень интересен. Потому что на одной физиологии, ну это я не знаю, где-то вообще гипотушинцы, может некоторые так себя ведут. Здоровые женщины, для них секс это не просто физиология, чтобы тебя терли в нужных местах. Это все-таки секс рождается в голове, как говорят некоторые психологи. Вообще никто с этим не спорит. Тут вопрос про нужный секс, что мне кажется, что отчасти... Такой секс им не нужен. Смотрите, как идет это вот, опять же, патриархальный мир, где женские желания не учитываются. Нет, 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 нет. Женские желания могут не учитываться в любом мире. Это правда. Но патриархальный мир построен так, что вот мужчина, секс для него важен, женщина всегда подстраивается, ей страшно сказать, что она не кончает. Это в плохом патриархальном мире. Что у нее там нет оргазма, она начинает его изображать, ей страшно сказать о своих желаниях. Дальше это приводит к тому, что... Два несчастных человека живут в какой-то схеме. Не два. Мужчина при этом может обманываться и жить в счастливом мире. Нет, он тоже счастлив. Он тоже несчастлив. Это так. Спать с женщиной, которая... Он может никогда не догадываться об этом. Поверьте. Мужчина тоже не дерево, он чудесно понимает, когда это просто насадка. Но вопрос в том, что вы же совершенно правы здесь, что разница знать, как удовлетворить женщину, или что она по-другому устроена, ей нужно больше времени, или она должна помогать сама себе, или требовать от тебя каких-то определенных действий. В чем мы сразу об этом не говорим? Так интересно. Не то же самое, что ей не нужен секс, он ей нужен. Просто он нужен ей немножко другой. Конечно. Собралось 20 женщин несчастных, которые пришли... Но это просто те женщины, которые к вам пишут. Конечно, я же о тех женщинах и сказал. Я тогда был очень удивлен, потому что до этого момента я не знал. Я-то мужчина, я думаю, женщина хочет всегда, если сидит альфа-самец, она тут же мокнет от счастья, потому что освещение такое. А вдруг оказалось, что это не так, что женщина – это очень сложно настроенный организм. И чтобы женщина захотела секс, нужно сделать очень красиво, правильно, и как она хочет. Например, чтобы получить секс от меня, ничего особого не надо. Зацепил в нужных местах и понеслась. А женщина – это, блин, рояль, на него надо учиться, изучать. А если ты дебил, то ничего не получится. В каком возрасте вы были на этой группе? Да давно уже. Ну, несколько лет назад, как я понимаю. Нет, нет, это в кулинарной курсе я уже не 10 никак не... Да, конечно. Ну, то есть вы тоже в какой-то момент в браке поняли, что это не так? А вначале тоже ваша жена не была удовлетворена от девочек? Ну, мы в 21 год женились. А вы нашли возможность об этом с ней честно поговорить? Ну, говорим, да. А как этот разговор произошел? Нет, Ксения, нет. Не будете? Нет, конечно. Ну, вы его начали или она, скажем так? Вот вы после этих курсов пришли и сказали, слушай, у тебя тоже такие проблемы? Ксюша, нет. Не будете? Нет, нет. Я понимаю, это нормальный вопрос, но, к сожалению, это сейчас не обо мне речь. Но то, что эти вопросы надо решать, это однозначно. Я недавно прочитал семена про секс. То есть вы всегда пять минут назад сказали, что я на своем личном примере, я учу то, что знаю, вот то, что сам пережил. Вы как бы закрываетесь. Нет, я не закрываюсь. Я говорю о том, что это... Я это уважаю, но просто это не соответствует. Слушай, я сейчас должен объяснить. Смотрите. Да, это на моем примере. Да, я это переживаю. Да, я это обсуждаю. Да, мы это решаем. Подробности не связаны со мной. Я смотрел одно ваше интервью, там было очень интересно. За свои бабки я могу говорить сколько угодно. Но если это касается других людей, они мне не давали разрешения. То же самое и здесь. Если вы хотите спросить у меня какие-то мои личные переживания, без проблем. Но это касается еще каких-то людей, которые не то, что не давали мне разрешения, а даже расстраиваются, если я интимную жизнь начинаю обсуждать. Только лишь по этому. Не из-за того, что она там ужасная, страшная или ненормальная, а из-за того, что у каждого свои предпочтения. И я вынужден это учитывать. Мне было бы легче, если бы моя жена ввела сексуальный блог, и мне было бы легче использовать эту информацию. Но так как эта вещь табуирована, я вынужден говорить маленькими кусочками. В фильме вы говорили о том, что вам было бы интересно поговорить с учителем. Я сейчас прочитаю его имя, чтобы не сделать ошибку. Прабхупадой. Ну да, да. С Прабхупадой очень интересно было бы пообщаться. О чем вам было бы интересно с ним поговорить? Это один из, не знаю, это святой в Индии, очень серьезный учитель, признанный в Индии. И он является одним из, ну, в той философии, которую я исповедую, ну, он человек, который, давайте объясним, который сделал кришнаизм популярным. Который вывел его за территорию Индии. То есть это первый успешный опыт было пересадить вайшнавизм на чужие земли. Насколько я знаю, он даже один раз был в СССР. Даже был в СССР и тому подобное. И он ушел из этого мира в 77-м году, а я родился в 72-м. И вот это вот такая детская, ну, такое, мы были, ну, вместе, но мы не могли пересечься, ну, как были на одной планете, да. И это как в бойцовском клубе. С кем ты хотел бы подраться? Он говорит, я с Вашингтоном, у него руки длинные, ну, что-то такое. Ну, это такой детячий мочуковый. Так о чем бы вы с ним? Вот представьте, что у вас есть, знаете, как Познер спрашивает, что бы вы спросили у Бога, вот что бы вы спросили у него? Синь, честно вам скажу, да ничего бы я не спросил. Я бы, наверное, рот бы открыл, просто сидел, и не факт, что мы смогли бы поговорить. Там не надо говорить, не надо говорить. Все, что он хочет сказать, он написал. Он написал 80 томов книг, 80. Сиди, читай, изучай. Вы все это читали? Да, я прочитал все его книги, и они меня очень сильно вдохновили. А скажите, а почему первый кришнаид в СССР, Пеняев, его фамилия, почему он отказался от этого учения? Как вы думаете? Надо у него спросить. Надо спросить у него. Я не знаю. Вы не изучали этот вопрос? Это же все-таки тоже такая странная история, что был первым, главным. Аюда сдал за 30 рублей Бога, человека Бога, мессии. То есть он предатель для вас, Анатолий Пеняев? Да нет, я сейчас не об этом. Нет, ум сильный, конечно, у Ксении Собчак. Быстрый такой, как может передергать, как затвор. Но речь не об этом. Я говорю о том, что люди живя... Все-таки ум сильный. Пришел к обезьянке, а она говорящая. Вот примерно так же звучит. Не об этом. Я к тому, что вы очень быстро можете на другую перескочить. Но все-таки слабее, чем у Сати, потому что мужчина, понятно. Ну ладно, пусть будет так. Заметьте, не я это предложил. Нет, речь не об этом. Конечно, я никого не могу осуждать. Я говорю о том, что люди в мире... Я, кстати, Иуду тоже не осуждаю. Я не знаю, в какую ситуацию нужно попасть, чтобы какие-то свои жизненные принципы, какие-то убеждения изменить. Ну, смотрели наверняка Остров, да? Конечно. Да, да. Я помню, вы были с Мамоновым. Было интервью очень чудесное. И там уже об этом речь. То есть в какую ситуацию человек попадает. То есть мы все красавчики в нормальных... А вот посмотрим, какой ты будешь в экстремальной ситуации. Я тут могу рассказывать все, что угодно. Насколько я крут, насколько я велик и тому подобное. Но весной станет ясно, кто где накакал. Понимаете? Поэтому придет ситуация, и там будем объяснять. Может быть, через пять лет я тоже в интернете буду рассказывать, как я был раньше кришнаитом, как я там еще что-то такое. Всякое бывает. Люди изменчивы. Последний тогда вопрос. Ваша миссия все-таки? Нет, нет. Я считаю, что о миссии человека должны говорить через какое-то время люди, которые увидели в этом миссию. Если бы кто-то ходил, говорит, моя миссия такая, гоните этого пророка нахер. По большому счету. Это моя, опять же, версия. То есть о делах, о своих... О миссии, тем более. Миссия – это апогей твоих дел. Посмотрим, чем все закончится. Вот если это все закончится нормально, тогда мы будем искать там миссию. А пока я пытаюсь жить в этом мире, быть кому-то нужным, быть не абсолютно и тварью, и сволочью какой-то, как-то давать то, что я могу, давать получать то, что я могу получать. Если это кому-то нужно, ну и слава богу, я рад, если это выходит за рамки меня и моей как бы семьи. Но пока преждевременно, преждевременно. Вот это хороший вопрос на моей панихиде. Вот будете ее когда везти? Я буду лежать такой красивой. А Ксения Анатольевна Собчак выйдет и... То есть хоронить вас все-таки будут феминистки, вы считаете? Скорее всего, набьются огромное количество и станцуют какие-то танцы. И скажут, вот хороший человек, вот ушел от нас сать, а прямо и миссия у него была, и вы расскажете об этой миссии. А так вот, вы знаете, моя миссия. Ну, я вас умоляю. Я вам желаю здоровья, потому что даже человек, который считает, что полушарии работают поочередно, я вам считаю, что так все равно вы должны быть здоровы. Ведь на здоровье не будет. Жить долго, да. И дай вам Бог в этом смысле всего хорошего. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok